Коллеги, мы начинаем нашу работу. У нас сегодня первый полный день. Он у нас насыщен. Сегодня мы впервые получили с утра экспертную дискуссию по теме дня. Сегодня мы, я думаю, как-то продолжили, может быть, завершили самоопределение групп. Группа уже понимает, что они будут делать. Поэтому мы можем начать работать. Кто первый докладывает у нас? А, кстати сказать, я еще хотел сказать, что представитель группы BBC Engineering Сергей Гречкин хотел выступить перед нами еще сегодня. Первого? Ух ты. Публика просит. Сергей, где он? А его нету. Снимаем его с выступления. Ходит, да. Итак. У нас еще сегодня культурная программа объявляет сейчас. Ольга ее объявит, да? Объявит? Нет? Чего, когда? А когда мы с прервой закончим, я не знаю. Закончим и перерыв какой-то устроим? Да. Полчаса мы. У нас же рефлексия там есть? К чему надо будет готовиться? Есть у нас рефлексия в группах. Вот, рефлексия, вот и все. Вот и перерыв. Полчаса. В воскресенье, вот мы здесь. Ну вот. 22-22.30. Все. Полчаса, а потом 23, мы начинаем. Слушай, программа старая какая-то. Это почему-то там, да? Это моя. А, слушай, там вообще. Слушай, туши свет. Разберемся. Потом разберемся. Вот смотри. Последствия здесь. А, да? Подожди, а здесь? Причин тогда? А, они все правильно. Здесь постели. Все тогда все правильно. Полчаса у нас перерыв, вот он и будет перерывом. Хорошо. Все, то есть мы пойдем по графику. Идем по графику. Так. Клипчарт пришел. А Сергей Гречкин не пришел. Раз. Раз. Умная энергетика подала две заявки. У вас будет два доклада? Сергей еще подойдет. А? Сергей подойдет. Подойдет? Угу. Да. Два доклада. Ничего себе. Да. Сергей. А, публика решила послушать сначала выступление ваше. Здравствуйте. Я прошу только динамичнее. Так, и тогда за этим выступлением у нас будет выступление группы энергокомпаний, как и вчера. Предлагаю тот же порядок. Ну, немножко так. Не, не только. А? Нет. А после этого группа биоэнергетика, группа один, два, три, четыре, пять. А потом уже бизнес, общество, государство. Сергей, только прошу взять микрофон, если он там за стойкой есть. Иначе не будет слышно. Так, что у нас в презентации? Как преамбула небольшая. Значит, я являюсь представителем одной из компаний, которые поставляют оборудование на российский рынок. И поэтому в нашей вчерашней теме мы рассматривали такую схемку, когда бизнес нуждается в энергетике, делает ей заказ на поставку электрических мощностей, тепловых мощностей. Энергетика дает ответ бизнесу, он этим пользуется. Но в случае, если энергетика не дает ответ бизнесу или как-то его не удовлетворяет потребности, то, соответственно, бизнес может уйти в собственную генерацию и сам вырабатывать энергию. И в ключе в этом немножко я сейчас вам расскажу. Распределенная энергетика в России. Значит, предпосылки развития распределенной энергетики. Рост энергопотребления в России в регионах, рост малых и средних промышленных предприятий, развитие ЖКХ, модернизация крупных промышленных предприятий, отставание централизованного ввода новых мощностей, 2% от потребности в 5% и больше, растущий износ сетевых систем, нестабильность, незавершенность реформ энергетической отрасли, незначительные сроки, значительные сроки 5 и более лет на освоение ожидаемых инвестиций, замедление темпов экономического роста, отсутствие ТУ на подключение новых предприятий, рост удельных затрат на ТУ и тарифы и себестоимость продукции, соответственно, влияние качества энергоснабжения на качество продукции. Распределенная энергетика как решение, независимость от централизованных систем, сокращение сроков на реализацию новых подключений и снижение затрат на подключение и эксплуатацию. Проблемы отрасли, ну или системы. Физический моральный износ тепловых сетей и энергетического оборудования в среднем по стране превышает 60%. Рост неплановых отключений потребителей по причине несоответствия объектов ЖКХ современным требованиям, рост энергоемкости производства тепловой энергии за счет использования дорогостоящего низкоэкологичного топлива, рост тарифов на электрическую тепловую энергию для частных коммерческих потребителей за низкого уровня энергоэффективности и энергосбережения местных ТЭС, оборудование дефицита электрической и тепловой энергии на фоне обострения дефицита, на фоне развития городов и увеличения числа потребителей. Поэтому для распределенной энергетики ее потребителями являются газовая промышленность, обычная средняя и легкая промышленность, телекоммуникации, сельское хозяйство, пищевая промышленность, ЖКХ, спортивно-оздоровительные центры, сфера обслуживания и так далее. Автономное... Так. Преимущества распределенных электростанций вкратце обговорили. Локальная генерация для промышленных предприятий. Это реконструкция повышения энергоэффективности котельных промышленных предприятий путем внедрения технологий когенерации, то есть совместной выработкой электричества и тепла. Обеспечение первой категории надежности, энергообеспечения новых производственных мощностей, обеспечение энергией высокого качества сложного технологического чувствительного оборудования, которые чувствительны к пропаданиям сети и ее стабильности. Утилизация, переработка и полезное использование отходов производства для выработки энергии и тепла. Преимущества, соответственно, оптимизации энергозатрат предприятия, снижение себестоимости продукции за счет снижения энергоемкости производства. Значит, энергоэффективные решения для ЖКХ. Это модернизация объектов ЖКХ за счет введения современного оборудования, применение энергоэффективных технологий, повышение энергетической безопасности, организация энергоснабжения в соответствии с первой категорией и, возможно, параллельная работа с сети и продажа излишков в сети. Что у нас происходит в Белоруссии? Значит, основные технологии оборудования, применяемые при строительстве объектов распределенной генерации. Газотурбинные станции на основе одной или нескольких газотурбинных установок, установок единичной мощностью до 25 мегаватт. Микротурбины, те же самые газотурбинные установки, только уменьшенные в размерах, возможна комбинированная выработка тепла, электроэнергии, холода, максимальная единичная мощность до 1 мегаватта и существует возможность кластерного набора необходимой нам мощности. Газопоршневые установки также потребляют газ, соответственно, вырабатывают электроэнергию, тепло или тригенерацию и, соответственно, электрическая мощность до 16 мегаватт. И дизель-генераторные установки, вы хорошо знаете, электрогенерирующие устройства, работающие на дизельном топливе. Мощность единичной до 10 мегаватт. В целом, энергоснабжение объектов промышленности ЖКХ можно представить на следующей схеме, где основным источником являются, например, микротурбины, резервирование производится микротурбинами и резервный источник энергии сеть. Передовые технологии для распределенной энергетики и турбины ЭНИКС или Капстоун. Это отдельное технологическое решение, о котором вкратце чуть-чуть расскажу. Американские микротурбины Капстоун. Мы построили завод, начали собирать сейчас в России под торговой маркой ЭНИКС, так называемого ЕМ-сборка. Мощности от 10 кВт единичной до 1100-14 мегаватта. И, соответственно, можно набирать установки в кластеры, о чем дальше я вам покажу ряд конкретных примеров. Как видите на примере малой установки мощностью 10-15-30 кВт. Сама турбина, турбогенератор, это лишь часть от нее, остальное все это блоки электроники, которые осуществляют преобразование. Такие установки могут устанавливаться в помещении, могут устанавливаться внутри контейнеров. Вот здесь разные исполнения, не буду заострять на них внимание. Режимы работы параллельно с внешней сетью или с другими центральными локальными источниками энергии, или автономные. И, соответственно, варианты применения основной, дополнительный или резервный источник энергоснабжения. В данный момент наши электростанции имеют от 40 до 60% российского наполнения, но мы стараемся постепенно эту цифру увеличить. К сожалению, мое личное мнение, никогда мы ее не сможем увеличить до 100%, потому что основной элемент турбогенератор американцы нам, к сожалению, поставляют целиком и технологии отдавать не хотят. А основной ноу-хау это газодинамические подшипники. Не знаю, слышали вы о них или нет, но в принципе ничего нового здесь не придумано. Одновальная турбина, на одном валу колесо компрессора, колесо турбины, камера сгорания, внешний рекуператор, и вал вращается без использования масла. Справа внизу картиночка, это газодинамический подшипник, фактически при начале вращения висит в воздухе. Высокочастотный генератор с переменной частотой вращения до 96 тысяч оборотов. Микротурбинные установки не требуют предварительной газоочистки при работе на большинстве видов топлива, при этом теплотворная способность в широких диапазонах от самых бедных биогазов до богатых пропанов. Также может использоваться биогазы, попутные газы, жидкие виды топлива, в общем все, что горит, поэтому на этом не буду застрять внимание. КПД примерно такой же, как у всех остальных, где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Здесь сравнение с Симмитсом, General Electric и так далее. Отличают очень низкие экологические выбросы для ряда регионов, ряда субъектов. Это ключевые особенности, то есть в турбинах Capstone или Enex выбросы по NOx меньше до 9 ppm. Это наилучший показатель в мире, по которому, в частности в Европе, очень много их покупают, ставят. Также мы занимаемся другим энергогенерирующим оборудованием, например, двигатели KG2 3G, это норвежские турбины мощностью 1,8 мегаватт, и сетевыми накопителями энергии на базе проточных батареи. Это то, что у нас сейчас принято называть модным словом инновации, но инновации надо тоже уметь расшифровать, что это такое. Углубляться не буду, если кому-то интересно, я потом вам расскажу. Основная идея сводится к тому, что многие проблемы альтернативной энергетики, будь то накопление энергии от ветра, солнечных батарей, как на схемке представлено, источников мощности или сетей, может происходить без потерь. Что здесь, в принципе, в этих схемах и реализовано. И ресурс работы. Так, опыт применения микротурбинных электростанций. На данный момент на территории России, ну, здесь чуть-чуть старые данные, но уже около 1000 турбин установлено. От малых, то есть от 10-15 кВт до мегаваттных установок. Но самый большой энергоцентр это 4 мегаватт, сейчас есть у нас проекта 6-8 мегаватт. Суммарная мощность, я примерно прикидывал, около 100 мегаватт получается. С одной стороны, это крупица, но если взять, что это произошло буквально за последние 7-10 лет, в рамках поставщика только одних турбин, допустим, одного типа, я считаю, это очень большая цифра, потому что если взять газопоршни в установке и так далее, то цифра доходит до существенных размеров. Примеры проектов. Это будет, наверное, поинтереснее. Например, всесоюзные курорты гора в Ленинградской области, где стоят 30 микротурбин, капстоун C30, вот здесь на фотографии слева они у вас расположены. Так они выглядят, то есть кластерно работают. Запущен в 2006 году. Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области. Автономное энергоснабжение, где реализована трегенерация. Возникали у нас вопросы, что трегенерация – это что-то такое новое. На самом деле, еще в 2010 году запустили энергоцентр и успешно работает. Летом давая холод, зимой, соответственно, тепло побочно. ЖКХ – городские водоочистительные сооружения в городе Литве. Это один из первых наших проектов был на биогазе. Вот это весной мы его запустили. Сам биореактор немецкий, построены немецкие деньги для условий входа в Литвы, в Евросоюз. А энергосистема наша. Котельные в городе Мытища. Это первый был проект, который работает параллельно с сетями, запущен в 2005 году, то есть уже сколько, 8, почти 9 лет прошло. Удаленные поселки. Это та сотовая энергетика, о которой вчера, кстати, упоминалось. То есть в Якутии, в поселке Чагда-Тайя, еще и Сита сейчас добавился, который оторван от централизованных сетей энергоснабжения на существенное расстояние, там до 300 километров тайги, отделяет связь только по реке Лена и, соответственно, добраться туда или вертолетом, или по зимнику, больше никак. Ну или по реке, что тоже проблематично. Но у них есть газ. Соответственно, решение применяется такое. Для экономии, в первую очередь, компании Сахаэнерго, поставщика, для экономии расходов на дизельное топливо, потому что не только оно тратится на то, чтобы, не только сгорает в энергоустановках, но здесь добавляется очень большой аспект, такой как логистика. Чтобы его туда доставить, там стоимость получается, не буду говорить цифр, но очень-очень большая. Промышленность. Энергоцентр Якутии Мент. Вот видите здесь здание внизу слева. Срок реализации проекта 8 месяцев. 2-мегаваттная электростанция. Тепловая мощность 3-4 мегаватта. Соответственно, за 8 месяцев с пустого места, с площадки, он был введен в эксплуатацию со строительством здания и всем остальным оборудованием. Окупаемость 3 года. Энергообеспечение пищевого производства. Тоже типовой проект, поэтому не буду заострять внимание. Нефтегазовая отрасль. Здесь в основном мы представлены на попутном нефтяном газе. Соответственно, много проектов в Татарстане, в Пермском крае, в частности с Лукоилом, утилизируем на 10 миллионов кубометров попутного газа. В этих случаях в основном работаем параллельно с сетью. Бывает автономный режим работы. Но, как видите, на месторождениях турбины ставятся не в помещении, а непосредственно на площадке. Офисно-складские комплексы. Липхер. Ну, если вы знаете, Липхер делает не только холодильники, но и тяжелую технику, краны. В Подмосковье у них есть своя база, своя площадка производственная, ремонтное и складское помещение, сервисный центр, офисное здание. Там стоит 14 турбин, работает АБХМ и с утилизацией. Пиковые котлы стоят, которые догревают горячую воду. Ну, немцы умеют считать деньги. В Ухте энергоцентры. Транспортная инфраструктура. Белорусское железнодорожное депо. В Беларуси у нас много сейчас проектов уже запущенных. Работают все практически параллельно сети. У них намного проще заговориться с сетями. Там, как батька сказал, так и будет. Поэтому здесь все просто. Сергей, время. Да, да. Я заканчиваю. Заканчивай. Образование Южно-Уральский государственный университет. Центр управления полетов Газпрома. И один из характерных объектов это Ростелеком. Удаленная станция в Якутии. Также на радиоролельных линиях, куда добраться можно только на вертолете. Тенденции 2013-2020 года. Неудовлетворенный спрос будет расти на протяжении 6-8, может быть, 10 лет. Потенциальный объем рынка 20 гигаватт. Цены на подключение сравняются с затратами на локальную генерацию. К сожалению, сейчас они бывают и превышают уже затраты на покупку собственной генерации. Развитие предложения со стороны специализированных компаний, лицензионное производство оборудования на отечественных предприятиях, интерес инвесторов, интерес крупных структур и регулирование и стимулирование со стороны государства. Это то, что мы ждем. Ваш вопрос, пожалуйста. Если они есть. Богнер, группа сотовая энергетика. Ну, прям по заказу Ваш доклад для нашей группы. Это я понимаю. У меня будет два вопроса, чтобы мы очень не отвлекались от темы дня. Первый. Вот упомянутые Вами объекты работающие работают параллельно с энергосистемой или изолированы? Все по-разному. В России в основном автономно изолированы. То есть и так, и так. Спасибо. А второй вопрос. Кто является заказчиком на установку этого оборудования, этих гидро... ну, этих маленьких станций? Ну, я тут перечислял. Это и собственники, и промышленность, и в том числе, например, компании, которые покупают... Ну, в основном собственники. Не будем глупляться. Да, вот я хотела поэтому еще раз уточнить. Государство не заказывает. Муниципальное образование заказывают. Собственники. Да. Все, спасибо. Ну, у государства есть некоторый проект. Это Южноуральский университет, например, Сергей, вопрос у меня. Я слышал его. Вопрос. Но это проект, это не реализовано. Нет, реализовано, это уже работает все. Есть, да? Да, да, конечно. У меня есть объект, мне надо его подключить. Все, спасибо. Какие сроки? Например, 300 киловатт. Я обращаюсь к Вам. Какие сроки? 6-8 месяцев. 6-8 месяцев. Ну, все зависит от, что за объект, где подключать и так далее. Но в среднем 6-8 месяцев. Доступный 300 киловатт. Да, совершенно верно. А есть ли полтора мегаватта? Примерно то же самое, может до 9 месяцев. Понятно, спасибо. Спасибо, коллеги. Есть вопросы, которые нельзя не задать? Время у нас уходит. Себестоимость? Да. У меня вопрос тоже из практики. Есть потребность, ну, это небольшой коттеджный поселок, расположенный в 15 километрах от города, там нет газа. Вот, возможно ли создание там такой генерации с продуманной логистикой, то есть как-то привозить туда газ? Я не знаю, как-то рассматриваете такие объекты или нет? Да, здесь был представлен один из объектов, Егора. Там у них нет газа, они возили жиженый газ и работали на жиженом газе уже долгое время, в течение 5, по-моему, лет. Но сейчас притянули газ и переводят на газовое топливо. Ну, расчеты есть, если что у тебя? Подумай. Я подойду. Все. Себестоимость, да, тут слайд, к сожалению, забыла включить, от 2 до 2,5 тысяч долларов за киловатт установленной мощности. Если вместе с проектными работами совсем, то получается в среднем чуть-чуть дороже, 2,7 тысяч долларов, примерно там, ну, около 3 тысяч долларов. Вместе с, ну, генподряд вместе со строительством. Срок окупаемости от 2 до 5 лет. Можно у меня еще это? Два вопроса. Максим Смирнов, группа Биоэнергетика. Первый вопрос. Скорость. И последний. Скорость, скорость обратной связи между вами и мной, как заказчика. То есть, если у меня выходит из строя турбина. Я вас понял. Да, да, у нас развивается сейчас сервисный центр, все инженеры у нас в России, соответственно, на нашем заводе. Открыт круглосуточный колл-центр. Мы можем заключать дополнительные контракты на сервисное обслуживание различные, и там можно регламентировать вплоть до 3 часов мы организуем вахту на месте потребителя. Вот у меня котел встал, я в Екатеринбурге, вы в Москве, через сколько вы будете? Да, да. По-моему, 72 часа, говорится. Это в гарантийный период. Спасибо, Сергей. Спасибо. Давайте поблагодарим нашего эксперта. Спасибо за внимание. Я думаю, что мы с группой BPC Engineering продолжим работу, реальную работу. Мы ждем вас на конференции 19 декабря. Ну и я думаю, что с нашей экспертной группой мы тоже сможем поработать в рамках разровития малой энергетики на территории Свердловской области. Коллеги, мы договорились с Сергеем, что он выступит в конце нашего пленума, если останется время. Но придя сюда ровно по расписанию, мы увидели половину населения. Давайте не опоздавать. Полчаса прошло, осталось нас не так много. Итак, движемся более динамично. Группа энергокомпании, пожалуйста, ваше выступление, ваш доклад. Добрый вечер, уважаемые участники форума. Это мне? Спасибо. Приветствую всех участников, генерального руководителя. Также хочу отдельное приветствие адресовать виртуальным участникам форума, в точности сотруднику отдела управления собственности филиала Оренбург Энерго, ОАО, МРСК Волги, Долговой Ольги. Ну и тема нашего сегодняшнего доклада взгляд энергокомпаний на текущую ситуацию энергетики, а именно то, какие процессы мы можем наблюдать с нашей точки зрения. Забыл представить, меня зовут Жанков Александр Евгеньевич. Для начала мы хотели бы дать определение, что мы с нашей позицией понимаем под энергетикой. Энергетикой мы именуем систему взаимоотношений между государством, обществом, бизнесом и энергокомпаниями по предоставлению качественной, доступной и экологичной энергии. Это понятие включает в себя такие аспекты, как низкая стоимость, как быстрые сроки технологического присоединения к сетям централизованной энергетики. То есть оно несколько шире, чем понятие энергокомпаний, которое заключается в, скажем так, лишь одной конкретной ячейке энергетики. А если чуть-чуть некачественная, чуть-чуть недоступная, это уже не энергетика. Это энергетика. Но цель функционирования энергетики заключается вот в подобной продукции. Что-то колесико ваше не переключает мои слайды. Итак, и анализируя текущую ситуацию в энергетике, подойдя к ней с точки зрения реальности, мы хотели бы выделить ряд вопросов, ну или точнее сказать проблем, с которыми мы вынуждены работать в настоящее время. Проблемы мы начнем описывать, скажем так, с общих проблем, которые касаются взаимоотношения не только рядовых потребителей, но и, скажем так, имеют отражение в отношениях со всеми субъектами. Ну, как вы все знаете, ключевые проблемы энергокомпании, энергетики современной, российской, это высокий износ оборудования, который может достигать 50% где-то больше, но в настоящее время имеют место позитивные тенденции, такие как инновации, модернизации основных фондов, внедрения современного оборудования, то есть в основном это имеет место в магистральных сетях, где суммарное количество инвестиций несколько выше, чем распределительных, а также наблюдается достаточно интенсивный рост генерирующих мощностей. Не без сожаления мы можем выделить тот факт, что потери не всегда снижаются при передаче энергии путем централизованной энергетики. О причинах данного явления мы поговорим несколько позже. Также анализируя результаты реформы, реформирования РАУ-ЕС, мы и также ссылаясь на доклад Института проблем естественных монополий, мы можем сказать, что цели реформы, которые были изначально заложены правительством, они не были выполнены в полном объеме. Но однако частично мы все-таки можем это констатировать. А на какую часть не выполнены? Какую часть не выполнили? С моей точки зрения и с точки зрения моей группы не была в полной мере осуществлена конкурентная среда, там, где она была задекларирована. То есть я второй раз на день слышу, что у нас конкуренция только в сетях, а в генерации сбытии нет. как раз. Ну я только слайд читал предыдущий. Только в сетях генерация конкуренции. Так в сетях ее быть не должно. Понимаете? Нет, у вас написано отсутствие конкуренции в генерации сбытии. Только в сетях конкуренции. Мы подразумеваем под отсутствие фактическое отсутствие генерации конкуренции. Конкуренции. Да. В сетях ее быть не может поскольку у нас существует... Понятно, мы ее не обсуждаем, а конкуренции реальной в генерации нету. Что это значит тогда? Это значит, что те цели, которые были заложены в реформе не нашли своего... А какие цели были заложены? Неубедительно говорите. Хорошо, я поясню. Цели реформы заключались в следующем, что генерация должна была стать полноценно конкурентоспособной отраслью внутри себя. То есть те субъекты генерирующие, которые существуют в России, должны были действовать на основании конкурировавшего отбора мощности. Потребитель конечной энергии должен был... А его нет, да? Не совсем. С другой стороны, я могу вам возразить на это то, что у нас по данным исследования достаточно высокий индекс концентрации в зонах свободного перетока в Центральной России, например, и в Тюмени. Один из самых высоких, например. Вы знаете об этом? в Тюмени. 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 изученных нами исследований. Да, но основания вы эти не предъявляете. Я только про это. Я не настаиваю. Может, вы и правы, но я этого не увидел. Спасибо. Далее мы с нашей группой рассмотрели так скажем, основные ключевые узлы в процессе развития централизованных энергокомпаний в различных направлениях взаимодействия. Например, во взаимодействии с бизнесом мы имеем место снижения промышленного потребления энергии вследствие спада промышленности в России. В результате чего при выбытии крупных потребителей из состава потребителей мы имеем место повышения тарифов. Данный процесс имеет такой эффект. А куда они выбывают крупные потребители? Крупные потребители вынуждены пользоваться услугами собственной генерации, то есть прибегать к сторонним поставщикам, скажем так, к собственной генерации. Энергетика теряет крупных потребителей, потому что они уходят на собственную генерацию. Вот в чем утверждение. Теперь оно понятно звучит. Причиной этого является рост тарифов, о котором мы упоминали на предыдущем слайде. И это является одной из ключевых проблем современной энергетики. Также в отношении с бизнесом мы можем выделить отсутствие сторонних инвестиций. То есть зачастую энергетика становится изолированной со стороны бизнеса вследствие невысокой доходности от инвестиций. За исключением, наверное, только лишь генерирующего сектора. Со стороны общества здесь, наверное, можно выделить наибольшее количество проблем, так как это один из основных наших покупателей. Наверное, то, что волнует большинство людей, потребляющих электроэнергию и не являющихся специалистами в этой области, это непрозрачность тарифа образования и образование инвестиционных планов. И данный фактор зачастую формирует некую социальную напряженность в обществе, которая потом через государство отражается на функционировании всей энергетики. Также существуют такие ситуации, когда сетевые компании распределительные либо территориальные не заинтересованы в электроснабжении или теплоснабжении отдаленных объектов. Стоимость прокладки сетей, которым значительно выше той потенциальной прибыли, которая может быть извлечена из этого проекта. Мы имеем такие примеры даже в Средневоском области. То есть вы не заинтересованы? Ну, как вам сказать? Вы говорите, что вы не заинтересованы. Вот мы как компания с одной лишь точки зрения не заинтересованы, с экономической, поскольку... Вы говорите, не заинтересованы они или не заинтересованы вы? Заинтересованы мы. Вы не заинтересованы. Мы являемся энергокомпаниями, и мы в этом не заинтересованы. Не заинтересованы. Я понял, от лица кого вы говорите. Потому что текущая ситуация, вы смотрите с позиции энергокомпании на бизнес-общество и государство, или вы обсуждаете, что происходит в энергетике с точки зрения энергокомпании? Мы обсуждаем то, что происходит в энергетике, и мы говорим о том, что мы на данный момент имеем. С позиции энергокомпании. Совершенно верно. Также мы можем говорить о, ну как я уже сказал, о отсутствии возможности энергоснабжения отдаленных районов. Также мы не всегда можем гарантировать полноценно надежное и качественное снабжение. То есть если в городах это не так заметно, но где-нибудь на крайней области это может иметь более выраженный эффект. Не можем или не хотим. Что? Простите. Не можем или не хотим? Вы не умеете технически решить эти проблемы? Нет, мы умеем технически решить эту проблему. Значит вы не хотите? Нет, здесь эта проблема является многоаспектной. Здесь мы можем... Вам не дают? Нам дают. Вы можете и хотите, но вам не дают обеспечить отдаленные районы качественной энергией. Нет, я бы так не сказал. Тогда как надо понимать? Ну, во-первых, государственная, так скажем, даже не государственная. Ключевой причиной здесь, на мой взгляд, лично является отсутствие экономической поддержки. То есть энергокомпании, они, ну мы точнее, да, действуем. Да, вы, 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 вы энергокомпании, я на это обращаю внимание. Я стараюсь об этом не забывать. Мы действуем зачастую с точки зрения рентабельности. То есть, ой, извините. А сокращать издержки вам неохота? Ну, как вам сказать, сокращать издержки нам не то, что неохота, нам необходимо их сокращать. Постолько, поскольку... Но вы их не сокращаете. Мы их сокращаем, но, скажем так, снабжение каких-то отдельных потребителей, это не прибавит... Дело рук самих потребителей. Ну, нет, вы, к сожалению, на данном случае, на мой взгляд, не правы. Да нет, я ведь хочу сказать, я хочу понять, что утверждает группа энергокомпаний по поводу удаленных потребителей. Я слушаю, либо это доклады не от группы энергокомпаний, а от группы бизнес-общества и государства. Они и сами за это себя скажут, и про вас все скажут сами. А сделайте свою работу, я на это обращаю внимание. Сделайте свою работу, сказать, мы, энергокомпании, вот это делаем, вот это не делаем. И делаем вот почему, и не будем делать. Это ваша позиция. И это будет тогда понятная позиция, мы как-то ее будем учитывать. А тут какие-то слова, энергокомпании не могут или не хотят, непонятно. Мы, энергокомпании, не можем или можем, но не хотим. Можем и хотим, но нам не дают. Ну, что, какую-то конструкцию смысловую построить внятную с позиции энергокомпании. Что происходит в энергетике? А там мы как-то обо всем и ни о чем. Так, ну, я вернусь к этому вопросу чуть позже, если вы… Ага, если это не обсуждалось в группе, и вы не готовы так вывернуть доклад, то тогда я не имею претензий. Это обсуждалось в группе. Вот тогда я и прошу выразиться точнее с позиции группы. Ну, если сказать об этом точнее, то качество продукции, энергетики не всегда одинаково во всей, так скажем, зоне ее покрытия. То есть в каких-то… Ну да, уровень напряжения ниже плинтуса. В не очень отдаленных населенных пунктах. Ну если… Это сплошь и рядом. Абстрактно сказать, то да, уровень напряжения. Но здесь… Нет, не абстрактно, наоборот, конкретно я говорю. Я могу назвать все населенные пункты. На Северновской области их очень много, мне письма пишут. Это не абстрактно. Хорошо. Я знаю много конкретики, я знаю, что энергокомпании этого не делают. Да, ну кроме показателей качества, как вы говорите, мы также имеем дело с надежностью, так скажем, электроснабжения. И она еще хуже. Ну, именно это мы… Не делаете. Мы это делаем, если бы мы этого не делали… Вы делаете, в смысле, плохую надежность? Нет. Вот мы вам сделали плохую надежность. Мы делаем настолько хорошую надежность, насколько мы ее делаем. Вот непонятно, что происходит в энергетике. И следующая черта, которую я хотел бы… Мы хотели бы подчеркнуть в взаимоотношении современной российской энергетики и общества, это преобладание экономических ценностей над экологическими. Здесь мы закладываем тот… У энергокомпаний? Ну… А у вас вообще присутствуют экологические ценности? Экологические ценности у нас присутствуют. Неужели? Вполне определенные, они прописаны. То есть, это у вас внутренний императив быть экологичными, да? Да, это наш внутренний императив. Ну, мы же видим, что это не так. Мы же видим, что энергокомпании не вписываются в экологические требования, во всяком случае, в Свердловской области. В Оренбурге может быть по-другому. Это очень интересно и завидно. Но в нашей энергокомпании, к сожалению, не все вписываются в экологические требования. Рефтинская ГРС, например, у нас боль большая. Как говорит наше Министерство природных ресурсов, это второй загрязнитель в стране после норильского никеля. Узная этот вердикт от экологов, говорить, что у энергетиков, у энергокомпании есть экологические ценности, мне это странно слышать. Ценности есть, а тем не менее гадят по-черному. А в Фортум? А в Фортум? Там вы рассказывали. Как вы рассказывали? У нас в Фортум... Уточки рассказывали, что они не спасают. У нас в Фортум... У нас в Фортум... А, в Швеции? А, может быть. Нет, ну, наверное, надо изучить, что происходит в энергетике. Так говорите, что происходит в энергетике Швеции. Здесь мы можем говорить не только... В энергетике Швеции полно экологических ценностей. В энергокомпании. Мы говорим не только о, так скажем, работниках конкретных энергокомпаний, либо о политике компании. Мы можем также это сказать об обществе. То есть человек, который знает, что в его регионе... Да, общество само за себя скажет, если сможет. Но это не ваша задача. Не тратьте время на чужие задачи. Справьтесь со своей. Хорошо. Ну, мы хотели бы выделить преобладание экономических ценностей. То есть зачастую чистота, так скажем, внедряемых проектов, она рассматривается далеко не на первом месте по сравнению с той выгодой, которую нанесет. И это на наш взгляд должно быть преодолено какими-то путями. Я не понял последнюю фразу, можно еще раз повторить? Чистота или частота? Чистота проектов. Чистота проектов. Экологическая чистота. То есть она не представляет из себя такого первостепенного фактора при решении, например, строительстве объектов. Хорошо. Также я могу перейти к следующему фактору? Да, пожалуйста. Просто надо понять, что вы говорите как камеракомпании про то, что происходит в энергетике по теме дня. Также одной из ключевых тем, о которой говорится в энергетике, это снижение платежной дисциплины потребителей как розничных, так и оптовых. То есть это является также таким тормозящим фактором для энергетики. То есть масштабы данной проблемы весьма колоссальны. Например, на розничном рынке задолженность составляет порядка 60 миллиардов рублей. Это только мелкие потребители в масштабах всей России. Это цифры из доклада Института проблем естественных монополий. Во взаимоотношениях с государством энергетика имеет следующие проблемы на своем развитии. Это бесхозные сети, которые зачастую необходимо вставить на баланс каких-либо сетевых компаний, которые имеют большой процент износа и, скажем так, не представляют для себя экономической ценности. И уже переходя к более глобальным проблемам, можем сказать, что существует несколько эффективных... А секундочку, опять же непонятно. Что это сказано про бесхозные сети? Я, например, знаю, что Ивдельская администрация Ивдельско-городского города предлагает МРСК взять бесхозные сети к себе на обслуживание, а МРСК не берет. Вот я это факт знаю. А сказано сейчас было что? У нас, у вас, у энергокомпании есть проблемы по поводу бесхозных сетей. На самом деле это ведь не ваши проблемы. Они же не ваши сети, да? Да, это не наши сети. Но у вас почему-то голова за них болит. Вот я знаю по факту, наоборот, мы говорим. Они мне говорят, это не наши сети, за них у нас голова не болит. Мы в своих наводим порядок, а эти сети не возьмем. Денег нет, тариф заморозили. Персонала нет там. Не будем брать. Вот это я знаю в жизни. А теперь я слышу слова какие-то по бесхозные сети про ситуацию в энергетике. И я не понял, что сказано. Можно повторить тогда еще? Сказано то, что существует такая проблема, как бесхозные сети, которые для сетевых компаний не представляют головной боли, но является, так скажем, для сбытовых компаний задачей серьезной, поскольку те потребители, которые к ней подключены, они питаются, получается, безучетно. А вот теперь я что-то услышал. Далее мы могли бы выделить такие аспекты, как низкоэффективность государственного регулирования в сфере энергетики. Ну, здесь мы можем говорить несколько опосредованно, поскольку мы судим об этом по общим результатам реформ и изменений в отрасли, ну или в энергетике, если иначе назвать. Вот подчеркнутым выделена заморозка тарифов естественных монополий Россетей, РЖД и Газпрома для бизнеса, что является для сетевых компаний скорее негативным фактором, но создает, так скажем, дополнительно стимулирующие условия для развития бизнеса в России. Александр, а какая цель вашего доклада? Цель нашего доклада – обрисовать наиболее актуальные стороны функционирования энергетики в текущей ситуации. И сторон этих много. Насколько у вас доклад времени? Ну, он не такой уж длинный, он уже подходит к концу. Он уже длинный? Ну, он должен был быть несколько короче. Может, мы прекратим его? Потому что перечень длинный, я понимаю. Перечень недлинный. Много всякого плохого. Давайте… Вот, вот, вывод. В качестве вывода мы могли бы сформулировать такую мысль, что в настоящий момент система взаимоотношений между бизнесом, государством, обществом и энергокомпаниями не отлажена в полной мере. И она нуждается в неком развитии, пути которых мы вынуждены искать. Ваши вопросы? Ваши вопросы. Пожалуйста, Владимир Ильич. Кривопальцев, группа проектирования субъекта. У меня вопрос. Группа различает такие понятия или хотя бы термины, как проблема, трудность, недостаток и негативный факт? И обстоятельства. Это как бы отдельная песня, меня пока вот хотя бы эта цепочка… По-моему, и обстоятельства тут не различаются с проблемами. Если можно, второй слайдик насчет проблем. О! Значит, то, что нарисовано здесь, категорически расходится с моим представлением о проблеме. Здесь, с моей точки зрения, есть фактология, перечень недостатков. Где здесь проблема? Есть мудрость, которую приписывают еврейскому бизнесу. Если проблема решается деньгами, это не проблема, это расходы. В этом смысле то, что вы выдаете за проблемы, а слово «проблема» звучало у докладчика через каждые пять слов. У меня ощущение, что группа не понимает, что такое проблемы, и любую трудность склонно называть проблемой, и непонятно, чьи это проблемы. То есть я не верю, что вот это проблемы энергокомпании. Это просто некие негативные факты, которые есть в энергетике безотносительно к ее… Это ни для кого не проблема. Кто носитель этих… у кого возникает затык в деятельности из-за перечисления вот этих недостатков? У потребителя? Тогда это проблемы потребителя, а не энергокомпании. То есть у меня ощущение, что вот неразличение этих понятий проблема, трудность, задача в конце, обстоятельства, задача, приводит к тому, что вы начинаете злоупотреблять словом «проблема», а соответственно стирать его всякой значимой. И нашим временем. Да, извините. Пожалуйста. Есть вопрос на понимание и суждение. Пожалуйста, последний слайд. Анна Кузьмина. Вывод. А теперь вопрос. Правильно я понимаю, что энергокомпании ответственны за налаживание взаимоотношений между бизнесом, государством и обществом? Да, вы правильно понимаете. Тогда есть суждение, что ваш вывод – бред. А можно комментарии? Не, 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 подождите, подождите, я не понял. Я не понял вот этого жесткого вердикта, что вывод – бред. Почему бред? Потому что есть суждение, что энергокомпании не отвечают за налаживание взаимоотношений между бизнесом, государством и обществом. Ну а есть понимание у них, что отвечают? Ну они говорят, отвечаем. Да. Да, мы отвечаем. Другое то, что мы этого не делаем. Почему бред? Тогда нужно понимать, как они могут отвечать. Как они могут отвечать за налаживание взаимоотношений между тремя этими субъектами? Я не знаю, как. Они говорят, что мы отвечаем. Ну, хотелось бы тогда увидеть это в дальнейшем. Мы отвечаем, что это наша задача. Мы ее не делаем. Но я тут не видел вот как бы там шизофрении какой-то. Тут вроде бы… В настоящий момент просто этого нет. Этого нет. Сначала обратите внимание, тогда уже первый слайд. Энергетика – это система взаимоотношений. Последний слайд. Все пропускаем, ненужное. Последний слайд. А эта система взаимоотношений неналажена. Кто отвечает? Мы отвечаем. Отвечаем не только мы. Вот вся суть доклада тогда вот вокруг этого. В том числе мы отвечаем за налаживание этой системы взаимоотношений, частью которой мы и являемся как энергокомпании. Но не стоит забывать также о государстве и обществе. А, не стоит забывать. А тогда надо говорить. Мы вместе с государством и обществом, да? Именно так. Вот это более полный ответ. И вроде бы вот это, наверное, я хотела услышать. Вот это я имела в виду, да. То, что не вы одни за это отвечаете, но в какой-то мере… Спасибо за вопрос. Ваша степень ответственности в три раза уменьшилась. Можно как бы от группы энергокомпаний, как бы суждение, может быть, какой-то комментарий, объяснение? Мы как раз здесь долго обсуждали о вопрос отношениях и взаимоотношениях. Если вы посмотрите на наши определения и выводы, то мы здесь говорим о взаимоотношениях, то есть это двусторонние отношения между нами и бизнесом. Бизнес относится к нам, и мы относимся к бизнесу. Мы относимся к государству, и государство относится к нам. Мы относимся к обществу, и общество относится к нам. Поэтому нельзя сказать, что это односторонние какие-то отношения, где кто-то за кого-то отвечает. Это система взаимоотношений. Тогда просто у вас неправильно выстроено предложение, тогда просто русский язык хромает, а не ваше понимание. Ну тогда взаимоотношений энергокомпаний с бизнесом, государством и обществом. Это вы имели в виду? Здесь примерно так и написано. Это разные вещи. Мы не видим проблемы формулировки, будем услышать рады потом в частном порядке. Спасибо. Спасибо. Это пришло на определение энергетики, при этом роль группы, не поняя, потому что я спрашиваю, в чем цель доклада. Например, если есть энергетика какая-то, есть государство, есть бизнес, есть общество, ну можно говорить, да, есть какая-то система взаимоотношений. Но есть энергетика, на мой взгляд, как система деятельности какая-то, вполне понятная даже какая. Есть система отношений, и это разные вещи. Система отношений, конечно, в которой участвуют кроме энергетики, еще вот эти внешние, неэнергетические образования. Если вы идите про это, а мы говорим, что происходит здесь, тогда какая-то расфокусировка получается. Мы не понимаем, про что мы говорим. Дальше, согласен Владимиром Ильичом, когда мы начали говорить про проблемы, вы говорите про какие-то штуки, которые вы называете проблемами. Я предлагаю вам задуматься над тем, что проблемы – это не обстоятельства. Ну вот покрывается что-то ржавчиной, ну и покрывается, и покрывается железо. Это чья проблема? Проблема железа? Или чья? Ну покрывается, совсем заржавело. Железя, как гайка лежала на дороге, ржавело, ржавело. Чья проблема? Гайки, дороги. Если что-то, что-то вот в материальном мире, какие-то процессы текут, солнце всходит, восходит, заходит. Чья проблема? Снег растаял – проблема. В России это, конечно, проблема, или выпал – проблема. А вообще это такие естественные процессы. И давайте различать вот эти вещи. Искусственные, где есть кто-то, кто это делает. И естественные. Это есть процессы какие-то, да, которые текут по какому-то там материалу, которые, к которым слово «проблема» вообще неприменимо. Если мы будем различать и говорить о том, что энергетика – это система деятельности, в которой при осуществлении нами энергокомпании, мы здесь энергокомпании, какой-то деятельности у нас возникают проблемы. Например, мы понимаем, что мы, экономические субъекты, субъекты экономической действительности, мы находимся вполне в рыночной действительности, или не вполне в рыночной. Нас это тревожит. Мы об этом начинаем тогда говорить. Мы говорим, например, неплатежи – это наша проблема. Нас она беспокоит. Тогда я понимаю, вы говорите про себя, про неплатежи, про то, что вы не можете их решить, про то, что у вас не налажены по этому поводу взаимоотношения. Мы могли бы это дело понимать. Так? Понятно, что я говорю, да? Иначе, на самом деле, я говорю, просто подтверждаю, у меня тоже, когда я слышал там проблемы, и перечисляются какие-то штуковины, больше того, когда они очень плохо оформлены, в том смысле, что отсутствие конкуренции в генерации и в сбытах голословно звучит очень странно. В каком-то смысле, может быть, вы и правы, но этот смысл вы не предъявили. Я говорю, рядом скажи, что у нас конкуренция в генерации лучшая в мире, например. И что вы этому противопоставите? Слова одинаково звучат, одинаково громко, одинаково, ну, как бы неубедительно, да? Человек утверждает. Если его спросить, он может основание предъявить. А вы способны предъявить основание своего утверждения? Если не способны, тогда вы нас зачем заинтереговали этим? Если вы сами не уверены в этом. А если уверены, предъявите основание. Мне кажется, что следующие доклады надо сократить до того утверждения, которое вы сможете именно утверждать. Не просто стоять, а я буду повторять тупо, а я буду аргументировать то, что я сказал. Всего один тезис, но я аргументирован, утверждаю. Вот это сегодня в энергетике происходит. Я обращаюсь здесь сейчас ко всем, они в группе, потому что эта группа показала, как сегодня мы привыкли работать, без учета какой-то позиции, с какой позиции мы говорим. А зачем мы это говорим? Зачем группе энергокомпаний на игре вот этой сегодняшней, во второй день, вот об этом нам всем рассказывать? Что она сама достигает для себя? Что она получает, выходя вот с таким докладом? Если группа об этом не задумывалась, то получается это какое-то рефлекторное действие. Ну, на тему сказали поговорить, мы поговорили на тему, вы поговорили на тему. А вот как действие, ваш доклад, он не воспринимается. Скорее всего, вот действие это было именно такое. Поговорить на тему. Давайте разбираться более точно, следить за собой, что мы собираемся делать сегодня, и что мы хотим вот конкретно своим докладом сделать. Если мы говорим про, вчера мы говорили про развитие энергетики, и вчера у нас первым выступала ваша группа, группа энергокомпаний. Мы обсуждали, что такое развитие энергетики в разных конструкциях. В конце пришли, может быть, к какому-то выводу, мне так показалось, к какому-то сборному представлению рабочему. Пусть оно, может быть, не очень полное, но тем не менее, оно вполне было, как мне казалось, принято. Никто его дальше не оспаривал. Какие-то количественные и качественные изменения в энергетике, которые происходят в интересах общества, государства и бизнеса. Что-то вроде этого мы в конце собрали, как результат. Теперь у нас есть этот инструмент, и через этот инструмент мы, наверное, можем смотреть на то, что происходит в бизнесе, вернее, в энергетике, на предмет развития. Тогда наша задача, ну, как бы упрощается или сужается. Мы говорим, вот мы про развитие можем здесь говорить? Говоря про, скажем, там, износ фондов. Имеет это отношение к развитию? Ну, изнашиваются, изнашиваются. И чего? Фонды все равно, они не плачут. Энергокомпании тоже не переживают особенно. Кто переживает за эту тему? У кого есть проблема? Вот об этом хотелось бы... Это не простая тема, в ней хотелось бы разобраться. А перечисление всем известных обстоятельств, ну, скажем, нас сильно не продвигает. Предлагаю сконцентрироваться на том, что вы считаете по теме дня, надо утверждать и доказывать, как, может быть, и даже неочевидную мысль, и мы будем с вами разбираться, задавать вам вопросы на понимание. Поняв, может, не соглашаться, и свои критические суждения вам высказывать, говорить о чем потом, о том, почему вы не правы, почему вы ошибаетесь, ну, тогда будет какой-то разговор такой существенный, а не обмен информацией по поводу того, что износ фондов. Каждый год слышу из фондов, ну, и что, он всегда износ. Они, на самом деле, изнашиваются, как только их включили в работу электростанция, она тут же начала изнашиваться. И по бухгалтерии, и по физическим процессам, они все время идут, они не могут не идти, эти процессы износа. Ну, идут, идут, ну, и пусть идут. В чем проблема? Вот, если мы начнем различать места сферы, где возникают проблемы, и места, где не возникают проблемы, а именно я утверждаю, что давайте говорить о том, что проблема возникает в деятельности, у того, кто что-то делает, и кто-то встречает препятствия в своей деятельности, возникают проблемы, говорю я. Если вы предложите другое видение проблем, может быть, вы продвинете мои представления, но хотя бы мы начнем друг друга понимать, а так доклад очень аморфный получается. Ну и первая система взаимоотношения, вторая система взаимоотношения не отлажена. Вот это тоже, мне кажется, вот если всю середину выбросить, получается вот это. И это тоже такая странная конструкция. Ну и что не отлажено? Несовершенно. Совершенства не бывает в этом мире. И что? Есть идеальные представления, они в идеальном мире существуют, отлаженные. А здесь и не отлажено. И этот мощный-то здесь или не мощный-то здесь. Хочется от него там плакать, что-то задумываться над этим, или... Ну не отлажено. Что у нас отлажено? Ничего не отлажено. Не зажигает, что называется. Мы не получаем от этого, от вашей работы, какого-то результата, который бы все взяли в общую копилку. Потому что только вы, энергокомпания, можете со своей точки зрения дать нам необходимые знания, для того, чтобы мы ими воспользовались и в своей работе. Вот вы нам практически ничего не дали сейчас. Возможно, переосмыслив свою работу, вы можете быть более продуктивным. Вообще-то без вас-то ведь нам никак. Как? Без энергокомпаний. Говоря про энергетику, трудно ее обсуждать без энергокомпаний, без вашей позиции. Я прошу вас вот в этом смысле провести осмысление своей работы, ввести коррективы, чтобы стать более продуктивными. Спасибо. Группа Биоэнергетика. Добрый вечер. Я, Виноградов Сергей, представляю группу Биоэнергетика. Сегодня мы хотели рассказать вам, что происходит в энергетике, и в том числе в биоэнергетике, по нашему взгляду. С учетом предыдущей критики, предыдущей группы, вы учтете это сейчас по ходу, да? Да, по ходу буду стараться. Придерживаться позиций группы. Что происходит в энергетике? И без длинных перечислений, вот главное, хорошо? Яркий пример, который вот вас волновал. Выделите. Отсутствие инновационных проектов энергетики. Есть идеи, но их очень мало. Такие, как вот ПТС, Ямал, они есть, но их мало, и существенно, минус существенный того, что нет их реализации. Далее, преобладание устаревшего материального фонда и технологий. Это обусловлено давно выработавшей себя техникой на предприятиях, которые до сих пор применяются. Также можно сказать про технологии, что где-то можно ввести автоматизированные устройства, а мы до сих пор, грубо говоря, работаем молотом или лопатой. Отсутствие системного подхода. Из утреннего доклада мы услышали, что в России нет согласованности между структурами при принятии каких-то либо решений. То есть, грубо говоря, где-то предприятие энергетически открывается, чтобы обеспечивать завод энергией, а этот завод закрывается. Пренебрежение экологическим факторам. Также, тут говорить нечего, загрязняем природу, все очень плохо. Несовременность программ подготовки... Кто загрязняет природу? Ну, энергетика, грубо говоря. Ну, некоторые ее... Энергокомпании. Некоторые плохие энергокомпании. Некоторые плохие, да. Несовременность программ подготовки энергетиков. То есть, может, меня и возникнет в институте, но могу сказать, что мы обучаемся по старым программам, которые были разработаны, мне кажется, еще в Советском Союзе для годов 70-х, 80-х. То есть, нет ничего нового, ни оборудования, может быть, ни каких-то новых идей. Модернизация энергообъектов. К примеру, старый котел можно поменять на новый, но от этого ничего, в принципе-то, не изменится. Котел как был котлом, так он котлом не останется. Ничего нового мы в эту сферу не принесли. Внедрение проектов по... А надо было вместо кола что-то другое? Ну, может, какой-то более интересный проект по выработке электроэнергии, не знаю. Что-нибудь... А котел вырабатывал электроэнергией? Нет, ну, он в то же время и загрязняет природу. Можно, допустим, тепловой насос поставить. Вот так, на первый взгляд. Вместо котла. Так же внедрение... Только не в моем доме. Что? Только не в моем доме. У меня на крыше стоит котел. А, ну, хорошо. Внедрение проектов по энергосбережению. Ну, тут само все понятно, все хорошо, как бы, что-то пытаемся делать, но пока очень тихо идет. Выход энерготического кризиса 90-х годов. Кризис 90-х годов, когда у нас распался Советский Союз, появилось вот это вот недопонимание между тогда уже Россией и энергетикой. Вот в 2013 году мы выходим на показатели 90-х годов по производству энергии. То есть мы сравнялись. С какой позиции выступаете? Это в общем вообще. С позиции макроэкономиста, да? Возможно, да. Вот. То есть это не доклад группы биоэнергетика? Все, все хорошо. Я биоэнергетик. Что сейчас происходит в биоэнергетике? Потребность биоэнергетики есть в России, и она очень, как бы, нужна. Но в стране она не развивается. Минимальное стимулирование государственного развития биоэнергетики… Можно же, секундочку, можно тормознуть тут. Для того, чтобы мы поняли, что она действительно есть, вы написали слово «есть» с жирными буквами? Да. Понятно. Других аргументов не нашлось. Сейчас мы об этом расскажем, я надеюсь. Минимальное стимулирование государственного развития биоэнергетики и попытки создания нормативной паровой базы в области нетрадиционных вызовемляемых источников энергии. Исчерпаемость ресурсов и экологии, огромное количество бесплатного биотоплива, которое у нас имеется, грубо говоря, под ногами. И те же отходы от птицы фабрик, честные сооружения – это, грубо говоря, бесплатное топливо, которое мы можем использовать, для переработки которого мы все равно затрачиваем какие-то материальные ресурсы. Мы можем просто, грубо говоря, бесплатно брать, производить электричество, либо тепло. Вознавляемые источники энергии не используются, а утилизируются. Это пояснение было к этому. Используются экономически выгодные виды топлива, такие как нефть, уголь, в ущерб экологии. Но тут вообще говорить нечего, то есть надо развивать нетрадиционные сочники какие-то энергии, в том числе и биоэнергетику, потому что то, что сейчас видим мы, это загрязнение повсеместное, то есть золоотвалы и так далее. То есть можно также, хоть биоэнергетика она и дорога, как сейчас видим ее мы, но в будущем, мне кажется, если взять ее под контроль и развивать, это будет очень дешево. Это весь доклад, да? Весь доклад, да? Нет, еще чуть-чуть. Еще есть? Да. В Российской Федерации есть... А, подождите, а зачем? Что происходит в биоэнергетике вот на этом слайде? Или у вас еще один слайд на эту же тему есть? У нас есть пример использования в Российской Федерации. Понятно. У меня есть предложение. Предыдущий слайд. Вот, да? Вот это вот. Стереть все, что написано ниже первого тезиса. Стереть вот это можно? Все, стереть, убрать. Чтобы мы этого не видели. Или как это убрать? И обсуждать только первый тезис. Это и есть ваш доклад. Мне кажется, хороший доклад. Потребность биоэнергетики есть, но в стране она не развивается. Давайте попробуем пообсуждать вот этот ваш доклад. Это ваш центральный... Хорошо. Потребность биоэнергетики есть, но в стране она не развивается. Давайте я для того, чтобы спор у нас какой-то возник... Нет, верните, верните. Куда? Обратно. Я предложу свою версию. Ну, мне так кажется, что если написать вот такую фразу «Потребности в биоэнергетике нет, поэтому она и не развивается». Мне так кажется. И, возможно, вы сейчас меня переубедите, потому что у вас же аргументы есть, вы же работали. А у меня просто так вот сейчас показалось. Да, мне кажется, вы не правы. Очень хорошо. Убедите меня. Вот давайте сосредоточим на этом вашем докладе, потому что я до сих пор живу иллюзией, что потребности в биоэнергетике в нашей стране нет, поэтому она и не развивается. И мне кажется, это логичным. А ваша фраза, мне кажется, нелогичной. Потребность есть, но она не развивается. Потребность есть. Странно как-то. Есть экологическая потребность в биоэнергетике. Экологическая потребность? Да. То есть экология взыскует. Это как природа плачет. Да, природа плачет. Мы не хотим, чтобы наши дети рождались с тремя ушами, четырьмя ногами. Нет, так природа плачет, а не мы плачем. Мы заплачем, когда у нас будут дети с тремя ушами. Ах, вы себя с природой отрислили. Мы же тоже хотим здоровых, грубо говоря, детей, чтобы все было хорошо. Я, опять же, смотрите, мы только что говорили, вот только что говорили до этого. Чьи проблемы? Кривопальцев выскакивал и говорил. Чьи проблемы? Вот чьи проблемы эти? Проблемы вообще растут на деревьях, что ли? Что такое проблемы? Пытались немножко там как-то подкорректировать движение, настолько, насколько возможно. Хотя бы слово проблемы не будем вешать, где не попадет. Проблемы чьи? Говорит он. Чьи? У вас чьи проблемы? Экологии. Природа плачет, страдает. Нам-то пофигу. А вот природа, жалко, плачет. Нам не пофигу. Она хочет, чтобы биоэнергетика была. Природа мать наша. Природа мать. Убедите нас. Чьи проблемы? Чья потребность? Потребность еще у нас с точки зрения экономики можно рассмотреть. То есть мы выбрасываем. Нет, с точки зрения чья? С точки зрения вопроса чья? Ну, наша. Мы выбрасываем. Наша. Значит, вы можете назвать себе? Представьтесь, пожалуйста. Костарева Екатерина, я из этой же группы. Костарева Екатерина испытывает потребность биоэнергетики. Вот теперь я вижу живого человека, который лично говорит, я испытываю потребность биоэнергетики. Совсем другое дело. Сейчас все, вы меня убедили. Вот есть живой человек, который я потребность испытываю. Ну, говоря фразу. Можно подробнее, как это у вас происходит? Мы не используем ресурсы. Вот у нас есть по почте. А вы, а вы, а вы, вас уже двое, испытывающих потребность. Наше государство. Вы из своего государства готовы говорить? Нет уж, ребята, не надо, не надо. Это у нас целая группа есть, они за себя скажут. А вы говорите, я, Костарева Екатерина, испытываю потребность в энергетике. Я тогда понимаю. Я слышу тогда, это все нормально, нормальная фраза. Вот тогда и надо понять. Потому что я до сих пор не встречал человека, который бы испытывал потребность в биоэнергетике. В первый раз, первый раз в жизни встретил. Вот надо же понять, вот почему человек испытывает. Все сидящие здесь не испытывают, а вы испытываете потребность в биоэнергетике. Как это у вас проявляется, в чем? Вы ночей не спите, вы куда-то там стучитесь, где биоэнергетика, продаете, никто не продает, я дам большие деньги, вам не продают ее. В чем дело, почему вы испытываете потребность неудовлетворенную явно? Потому что мы выбрасываем всякие отходы, которые можно использовать в биоэнергетике. Вы выбрасываете отходы, зачем вы их выбрасываете? Вы же в их них нуждаете. Ну, как пример, ревтинская птицефабрика выбрасывает, вывозит, утилизирует пометку. Они ей не нужны, она их выбрасывает. Да, она их может использовать на свои нужды, она не будет привозить под три состава угля. Но она их не использует. 600 тонн у них ежесуточно образуется буриного помета. Они в отходах не испытывают потребности. Они испытывают потребности в энергии. Они затрачивают деньги, чтобы их переработать, утилизировать, отвезти, когда они могут, грубо говоря, у себя построить установку, которая… Мочь-то они, конечно, могут. Они могут… Но они не испытывают потребности что-то делать. Они просто не хотят. Они хотят… Конечно! Они хотят… Я и говорю, не испытывают потребности. А вы-то говорите про тех, кто испытывает потребность. Кто? Потребность-то чья? У ревтинской птицефабрики такой потребности, похоже, нет, вы сказали. Можно? Они просто не хотят. Видимо, они не знают потенциала, который они могут… Потому что они не знают. Я могу согласиться. Но ведь они не испытывают потребности. Ну, они не знают потенциала, поэтому не испытывают то, что они могли бы… Ну да, они знают. Грубо говоря, какой-то процент своей теплоэнергии и электроэнергии покрывать вот, грубо говоря, вот этим пометом. То есть, я говорю, потребности в биоэнергетике нет у ревтинской птицефабрики, поэтому она и не развивает свою биоэнергетику. Правильно я сказал? Ну, возможно. Вот, значит, я прав. Значит, ваш доклад неправильный. Правильно, да? Договорились? Ну, только что было сказано, что моя конструкция, которая панирует прямо вашей, признана правильной. Значит, автоматически вы свою признали неправильной. Я смею надеяться, что они просто не знают о такой возможности. Я тоже смею надеяться об этом же. Но это же не меняет ситуацию. Если бы они знали… Если бы знали, то да, конечно. Это вы говорите уже о причинах отсутствия потребностей, только доказывая то, что говорю я. Знали, было бы знание, появились бы и потребности. Я и говорю, но знаний у них нету, поэтому потребностей Но до всех мы довести это не можем. Потребностей ведь нету. У Ревчинской птицефабрики потребностей нету. Конечно, жалко их, потому что они не знают, что у них такая есть возможность, например, и так далее, и так далее. И это все в мою пользу, вы говорите сейчас. У нас есть… Почему они не испытывают потребности, вы говорите? Я говорю, почему уже не важно для меня. Важно, что они не испытывают. И ваш тезис надо тогда переписать. Я могу привести отличные, эффективные, по экономическим факторам примеры, которые в России сделаны. Я видел, они у вас там есть. Да. И они хорошо действуют, окупают себя. И у них тоже нет проблем. Они реализовали свою биоэнергетику. Да, у них было знание, они реализовались. Да, 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 я согласен, согласен. И у них тоже нет проблем, у них есть биоэнергетика. Ну, у них были… У них потребности свои удовлетворили. Я не сумею право предположить, что у них были проблемы с нормативной базой. Они их решили. Но это опять же решается на уровне договоренностей. Ну, не таких вот как федеральных, а как-то местных. Хотелось бы, чтобы это было в более как-то… Хотелось бы, чтобы это было в более… Вот это интересно. Допустим, как в Швеции. Хотелось бы, чтобы это было более… Вот это вот. Хотелось бы, что… Здесь это не написано, а я слышал очень интересный тогда, потому что это уже неинтересно обсуждать. Вот в Швеции… Хотелось бы, говорите вы, вы, группа биоэнергетики, чтобы этого, этого вот, куриного помёта было больше. Я тогда говорю, вот это давайте я пообсуждаю. А? Энергии из него. Ой, биоэнергии. Я спутался. Да, конечно. Чтобы биоэнергетики было больше. В Швейцарии 52% теплоэнергии для всей страны вырабатывается из биоэнергетики, то есть из леса. Отлично. У них очень много лесов. Есть такая система, когда ты идёшь, срубаешь дерево, сажаешь новое, через 10 лет оно вырастает, идёшь туда снова. Отлично. В Швейцарии есть биоэнергетика, да? А она им нужна, видимо, раз она у них есть. Видимо, они испытывают в ней потребность, испытали когда-то и сделали её. Она сейчас у них существует. Я смею заверить, что и нам она вскоре потребуется, когда уже, извиняюсь за уважение, прижмёт. Но сейчас-то ведь не требуется. Это я понимаю. Ну, можем отложить на 50 лет этот вопрос. Да нет, может, не надо откладывать. Я же говорю, что сегодня происходит в энергетике. У нас сегодня тема дня такая. Вы начинаете рассказывать какие-то небылицы. Я пытаюсь понять, оказывается, вы сами тут же согласаетесь, что это небылицы. Но тогда у вас есть сильный тезис, я вам его дарю. Потребности в биоэнергетике в нашей стране нету, поэтому она и не развивается. Это сильный тезис, и всё остальное можно встретить, выйти с этим и говорить. Нет развития, потому что нет потребности. А вот у Швейцарии, там есть потребность, у них есть биоэнергетика. Возникла потребность? Возникла биоэнергетика. Ну, логично же, да. А у нас не возникла, пока, когда возникнет, тогда и биоэнергетика будет. Так или не так? Ну, потребность, мне кажется, уже должна появляться. Нет, уже должна. Она уже должна вчера, я бы сказал. Или позавчера. Это-то я с вами соглашусь. Но есть ли она сегодня или нет? Различаете? Модальность должностования, возможно, вы... Её сегодня нет. Её сегодня нет, вот, наконец. Сегодня её нет, почти нет, да? Почти нет. В энергетике страны, вообще в стране биоэнергетики почти нет. Договорились об этом? Договорились. Мне кажется, это самый главный ваш на сегодня тезис. Но хотелось бы, чтобы она развивалась по тем планам, Это следующий ваш тезис, только надо понять, кому бы это хотелось. Потому что, я говорю, пока я таких людей не встречал. Или встречал очень мало. Вы говорите, что вам бы хотелось? Вам бы хотелось, вот вам, вашей группе, да? Ну, ну, и нашей группе в том числе. Ну, вот, за это большое вам спасибо, если вы не врёте. Это очень хорошая позиция. Я и хотел бы, чтобы в этом масштабе государства это появлялось. Ну, позиция вот эта ваша, мне очень значима и ценна. Потому что таких людей редко встречают, которые были заинтересованы в развитии биоэнергетики. А если вы нас не обманываете, если вы заинтересованы, тогда нам очень нужны вы на этой игре. Вы те, которые говорите. Мы честно говорим, мы заинтересованы в её развитии. И тогда мы с вами будем работать в течение этих дней продуктивно в этом направлении. Потому что сегодня мы понимаем, что сегодня, вы же признали, её нету, почти нету. Она не востребована, к сожалению, говорим мы, да? И надо понять, что делать, почему не востребована, как сделать, чтобы была востребована, чтобы было, как в Швейцарии. Вы ведь этого хотите? Да. Считайте меня своим союзником и сторонником. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам за доклад. Да, пожалуйста. Короткий, но существенный. С моей точки зрения, естественно. Значит, ну, что мне не понравилось у группы, да? Это некая неряшливость изложения, которая свидетельствует, скорее всего, о неряшливости мышления. Что я имею в виду? Я имею в виду самый первый слайд, когда было сказано, инновационных проектов в нашей энергетике нет, а потом сразу небрежно. Нет, они, конечно, есть. Такой, сякой, пятый, десятый. Но они не реализуются. Было, было. Так, на уровне придирок. Я хочу вернуться к вашему первому тезису, который обсуждали, следующий слайд, за который зацепился Алексей Евгеньевич. Вот тут, мне кажется, группа сделала, сама того не понимая, совершенно классную штуку. Вот если бы группе удалось доказать, как требовал Алексей Евгеньевич, что есть потребность в энергетике, но она не развивается, вот тогда этот тезис был бы формулировкой проблемы с моей точки зрения. Что я имею в виду? Что для меня есть проблема? Это когда возникает некий затык в деятельности, который блокирует эту деятельность, и возникают две противоположные тенденции. Деятельность надо продолжать или начинать? А как это делать или условий для ее реализации нет? Вот тогда возникает проблема. Не в том псевдосмысле проблема, как нам предыдущая группа говорила. Вот, если вы сумеете или сумели бы доказать, что потребность в биоэнергетике есть, но она не развивается, вот тут была бы формулировка проблемы. И вот за это я группу благодарю, если и удастся доказать, что потребность есть. Спасибо. Алексей Денис, это ваши мифы о том, что... Мы примем к сведению, будем разрабатывать. Спасибо. 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 Я еще хочу сказать, вот есть такая модальность, кому нужна, да, кто испытывает потребность, очень важно. Вот мы сегодня с Александром Игоревичем довольно долго сегодня днем обсуждали, есть ли потребность у КС-холдинга в развитии биоэнергетики. Там, оказывается, очень непросто. То есть они занимаются этим серьезно. Там, вот если бы углубиться вот в эту тему, а не перечислять, опять же, длинные файлы, там, всем известных каких-то заклинаний, то мы, может быть, существенно бы продвинулись. А на самом деле, вот почему, почему, скажем, энергокомпаниям, генерирующим, неинтересно заниматься биоэнергетикой? Торфяной, древесной, там, еще там какой-то. Это следующий вопрос. Ну, начать надо с констатации. Мы же не видим ее, да, не видим. Вот это факт. А мы начинаем с того, что мы видим потребность. Сразу сложные посылки, и куда дальше идти? Мы уже пошли не туда. Давайте друг друга не обманывайте себя. Именно, если мы говорим, что есть интересанты, есть такие люди, которые испытывают потребность, которые пытаются что-то делать, тогда вы назовите их компанию, разработчиков проектов, лично людей, которые испытывают частный свой интерес. Вот у меня есть интерес. Я видел, итальянцы проводят такой Play Energy мероприятие с детьми, со школьниками. Оказывается, у нас талантливейшие дети. И одна девочка сняла видеофильм, как они занимаются биоэнергетикой, вместе с папой в деревне живут. У них есть какие-то животные домашние, навоз есть. И они решали проблему, как из него что-то можно сделать. Ну, скажем, может быть, от нужды, потому что крестьянское хозяйство вынуждает превращать в выгоду все, деньги. А можно что-то сделать из навоза? Слышали, что из этого можно делать энергию. И начинали придумывать вместе. Школьница, я не знаю, это далеко не последних классов, классный просто фильм сделал о том, что они пытались разобраться, как можно создать биоэнергетику для себя, для дома, для всего его. Вот она именно, фамилия, имя конкретного человека, который занимается этим, интересуется этим. И превосходно рассуждает, несмотря на такой возраст. И я не сомневаюсь в ней. Она заинтересовалась, конечно, может быть, случайно, может, по роду жизни, по образу жизни. Но эту тему она великолепно оформила. Давайте концентрироваться на том, что существенно, что правда. Что мы можем отстоять, убедительно сказать. И, может быть, вы говорили правду, но не расставили артикли, например, кому это интересно, кто испытывает потребность. Вот недоговоры, это тоже то, что говорил Владимир Владимирович, неряшливость, которая делает какими-то такими скользкими кусками обмылков мыла, которые не ухватишь ни за что. Мысли тут непонятно где. Может быть, вы бы сэкономили, лучше бы сэкономили на других тезисах, а один тезис какой-то развили бы до убедительности, до того, чтобы мы поняли, что вот есть такова реальность. Я прошу другие группы посмотреть все-таки по поводу своих докладов, надо ли все докладывать. Попробуйте найти свою самую главную мысль, до нас донести, чтобы мы в ней разобрались, что вы хотели сказать. То есть вы, я понимаю, что вы работаете честно, я в этом не сомневаюсь нисколько, поймите меня правильно, и не хочу никого там ни обижать, ни унижать, но я не хочу делать вид, что все хорошо, потому что у нас пока не все хорошо в работе. Давайте честными просто будем, уважая друг друга, мы будем оставаться честными, надо говорить правду и понимать, что мы говорим. Движемся дальше. Сотовая энергетика. Здравствуйте, Лепихин Горс, сотовая энергетика. До сегодняшнего дня мы обсудили цель группы, которую мы поставили на игру. И вот пришли вот к этому. Найти аргумент для мотивации потенциальных заказчиков на системное развитие сотовой энергетики. Вернемся к предыдущим. Вернемся к предыдущим тезисам. Прошлая презентация наша. Это сотовая энергетика, это заплаты на процессе развития большой энергетики. И при этом масштабы заплат разные. Я прошу прощения. Мне надо понять по поводу самоопределения группы, а почему оно такое? Можно немножко поподробнее? Сейчас в итоге обсуждения мы пришли к нему и как бы вот... Как вы пришли к нему, да? Да, сейчас я объясню. Потому что странная конструкция. Вот найти аргументы для мотивации потенциальных заказчиков в развитии сотовой энергетики непонятно, откуда взялся. Потому что тема дня, что происходит в энергетике... Ну вот мы обсуждали как бы вот эту тему дня и пришли вот... Какую тему дня? Этого? Этого, да. Что происходит в энергетике? И вы пришли к какому выводу? К этому. Это не вывод, это ваша цель. Найти аргументы для мотивации потенциальных заказчиков в развитии сотовой энергетики, да? Ага. Ну, а мы же сегодня должны констатировать... И тогда я понимаю, что вы пришли к тому, например... Я просто правильно, я догадываюсь, что вы нам пропустили то, что вы для себя констатировали. Первый тезис. Сегодня нет мотивированных заказчиков для развития сотовой энергетики. Да. То есть это уже... Вот этот тезис у вас, это цель следующего дня. Цель на игру. А, на игру. Цель на игру, да. А, на игру. Тогда это я не понял, извините. А тогда по цели сегодняшнего дня. Вот сейчас вот буду рассказывать. Хорошо. И заплаты бывают разные. То есть может это быть жилищный сектор, частные дома, а могут быть крупные компании, такие как Газпром. И вот что происходит в сотовой энергетике. Происходит неконтролируемое стихийное появление сотовой энергетики параллельно с традиционной. Также заинтересован в сотовой энергетике только потребитель, конечно. И сотовая энергетика является мобильной, и она успевает за прогрессом. То есть ее можно быстро везти там, где надо. И вот схематичное представление, стихийность. То есть она разбросана по всей России, нет никакой системы. И вот несколько фактов. Газпром получает 15 миллиардов киловатт-часов от сетей, единых сетей, а 1 миллиард генерирует сам, так как его не устраивает надежность, то есть качество получаемой электроэнергии. И рынок малой генерации на Южном Урале стабильно растет. Ежегодно количество заявок на подключение вот к таким маленьким, локальным источникам электроэнергии увеличивается вдвое. В Челябинской области реализуются несколько проектов создания энергоисточников мощностью от 10 до 20 мегаватт. И к концу 2014 года объем такой генерации составляет около 150 мегаватт. В появлении сотовой энергетики заинтересован только потребитель. Тут несколько причин. То есть либо отсутствие электроэнергии, как в отдаленных районах, или ее дороговизна. И также требования надежности, как у Газпрома. Я еще хочу перебить. Прошу прощения. А что это такое сотовая энергетика? Ведь все уже знают, кроме меня. Это получается локальный, изолированный источник электроэнергии. У вас это оформлено было вчера? Да, вчера было оформлено. Я про заплатку услышал, но на самом деле я-то думал, что сотовая энергетика – это пока пустое название, не наполненное смыслом. Или вы-то уже для себя это смыслом наполнили? Мы для себя вот так решили, для группы. И больше того, вы не только наполнили смыслом, но вы же даже уже нашли ее в реальности, эту энергетику, да? Да. И вы говорите, она уже повсеместно заколосилась. Ну, стихийно, да, появляется. Ага, понятно. Теперь я понял. Теперь я понял. Вот выделили позиции государства, потому что ей не имеет значения откуда… Подождите, еще непонятно. А почему вы называете ее сотовой энергетикой, а не распределенной энергетикой, не малой энергетикой? Распределенная энергетика, как понимаю, работает на одну сеть, а сотовая, она будет локальная. То есть для прибытия одного поселка. Так она будет или она есть? Ну, я вижу себе такое. Она не будет подключена к сети. Я и хотел… Я-то думал, что сотовая энергетика – это та энергетика, которой еще нету, которую ваша группа в течение игры может придумать. А вас… Вот я, опять же, сбиваюсь, или вы меня сбиваете, или я сам сбиваюсь. То вы говорите про сотовую энергетику, которая уже сегодня существует, или вы говорите про сотовую энергетику, которую еще надо придумать, а потом еще создать? Или это одно и то же? Можно помощь попросить? Да, помогите, пожалуйста. Давайте разберемся с этим, а то мы дальше… Вот двигаться я не могу просто. Вчера, когда мы делали… Файзулина и Екатерина, группа сотовая энергетика. Вчера, когда мы делали первый доклад, мы, в принципе, вся группа не понимала, что такое сотовая энергетика, откуда взято это понятие и так далее. Я это до сих пор не понимаю. Но сегодня уже подходит к концу второй день нашей бизнес-игры, да? И то есть за это время у нас, ну, было, скажем так, немного, но тем не менее время было посмотреть в интернете. То есть вчера мы подходили к каким-то фактам, мы рассуждали, что это такое. Сегодня мы уже понимаем, что существуют конкретные примеры в применении сотовой энергетики. То есть сотовая энергетика в нашем понимании, в понимании нашей группы, это именно, скажем так, те объекты, которые локальные, необходимые, причем это не отдельно, там, допустим, бабушка со своим генератором, а это, можно сказать, словом потребитель, в котором подразумевать как физическое, так и юридическое лицо, хоть это, допустим, какое-то производство, организация. Нам-то про это ничего не рассказали. Вы же сами говорите, вчера вы про это ничего не знали, а сегодня вы даже уже знаете, что она существует. Да, и мы на самом деле удивились тому, что действительно она уже существует. И даже в интернете мы нашли уже статистику и был приведен пример именно Газпрома, который, ну, всем известно, что Газпром строит свои объекты не всегда в уже освоенных территориях, то есть каких-то мегаполисах и так далее. То есть достаточно часто встречается такое, что они в поселках, ой, не в поселках, в тайге, где-то в лесу или еще в каких-то таких местах, где, в принципе, нет сетей, где нет ничего такого, но, тем не менее, там есть месторождения, которые этому предприятию интересны. Для того, чтобы обеспечить энергознабжение… Так это локальная энергетика? Локальная. А вы говорите про сотовую. А чем отличается локальная от сотовой? Я не знаю. Я знаю, что такое локальное, я не знаю, что такое сотовое. Я не знаю, что такое сотовое. А вы знаете. Вчера вы говорили, сотовое – это заплатка. Но в поиске. На дырках, которые оставляет после себя традиционная энергетика. Я это понял, запомнил. Я думаю, вы с этим представлением пришли. А вы уже с другим пришли представлением. С тем же самым. Ровно с тем же самым. Но, например… Так, подождите. Сейчас вот я говорю о «Газпроме». Есть дыры. Дырки есть. Там нету никого. Есть «Газпром», который развивает свое производство. Энергетика, которая могла бы их заполнить, еще не существует, как я понял. А вы говорите, нет, все дырки уже заполнены, все, можно ехать домой. Нет? Не так понял. Тогда не так понял. Заплаты же можно ставить не только на отсутствующие участки. Ну да, но они заполнены или нет? Нет. Нет. Не заполнены, но… Мне кажется, что вы пропустили все-таки этот момент. У нас в самом начале, в первом тезисе было сказано про появление, стихийное появление. То есть неожиданное… Того, чего называется сотовая энергетика. Это я услышал. Неожиданное. А что такое сотовая энергетика, я не услышал. Что такое сотовая энергетика. Я до сих пор в раздумьях, а что же вы под этим представляете? Вы же нам про это не сказали. Но мы, наша группа, приходит еще к мнению того, что это индивидуальное направление энергетики, которое не связано… Ну да, но вы же этого тоже не сказали нам. Которое не связано с глобальными сетями. Я обращаю ваше внимание. Или я прослушал. Вы скажите. Да просто вы прослушали. Я помните, я сейчас ошибся, да? Я вашу цель на игру принял за цель сзади. Не начал придираться. Меня Саша поправил. Что же я делаю? Это я же просто не понял. Я тогда понял свою неправуду. Сейчас вы мне скажите. Мы говорили, у нас было три слайда на эту тему. Мы рассчитываем, что сегодняшний пленум это продолжение вчерашнего дня, а вчера про заплатку слышали все. Про заплатку я помню. Было-было там. Про заплатку я помню. То, что она локальная, индивидуальная будет. Это было. Отмотай назад. То есть я понял, что вы уже построили понятие сотовой энергетики вчера. Вчера. И уже вполне понятно, что она еще и существует. И сейчас вы решаете уже другие проблемы. Передайте, пожалуйста, микрофон. Мне хочет помочь Владимир Ильич. Я затрудняюсь. Алексей Евгеньевич, такое ощущение, что вы тут слегка лукавите, да? Вы же гораздо лучше группы знаете, что есть несколько способов определить некий объект, да? Один из способов это построить понятие, дать определение. Вы сейчас группу на это толкаете и знаете заранее, что она с этим не справится. А есть другой способ. Показать, да? Я не знаю заранее, что справится. Что такое морковка? Можно начинать описывать. Морковка есть, корнеплод такой-то формы, такого-то цвета, таких-то размеров, предназначенный для. Это описание, да? Или формирование понятия. А можно взять ее и показать. Вот. Вот это морковка. Я предлагаю сейчас группе пойти по такому пути. Давайте отнесемся к тому, что говорил на первом выступлении наш московский коллега. Помните? Микротурбины. С вашей точки зрения, это сотовое. Все. Вот ваша морковка. Как быть? Продолжим. Мне непонятно. Во всяком случае, я тогда обозначаю, что я хотел бы, чтобы ваша группа тогда определилась. Сотовая энергетика – это то, чего еще нет. И мы должны понять и придумать это, мы наполнить это смыслом и содержанием определенными признаками вот это сотовая энергетика. Либо мы говорим, сотовая энергетика – это то, что уже есть, называется еще и другими словами. И тогда я просто понимаю, что группа движется в другом направлении и свои задачи тогда решает. Как там найти аргументы для мотивации потенциальных заказчиков в развитии сотовой энергетики, которая вообще-то уже существует, просто ее мало, как биоэнергетики. Тогда ваша задача ничем не отличается. В процессе работы. Именно к этому наша группа и приходит в процессе работы. Понятно. Но ваша группа не создаст на игре, да? Нового энергетики ваша группа на игре не собирается создавать. Она собирается продвигать уже созданную, тиражировать. Правильно я вас понял? Ну, думаю, да. Да. Понятно, не собираетесь. Хорошо. Продолжаем. Пожалуйста. Свежий Антон, группа сотовая энергетика. Мы говорим о сотовой энергетике, приплетая юридический контекст. Понятия юристов такой энергетики еще не существует. И в моем понятии не существует. Да. Но в интернете есть все. В том числе сотовая энергетика. Но фактически она уже набирает обороты. И что с этим делать? А что такое она, сотовая энергетика? Надо разбираться. Может быть, это просто игра слов? Может быть, то, что называется одни сотовой энергетикой, другие называют распределенной энергетикой. Или малой генерацией, или малой энергетикой. Или локальной энергетикой. Или это одно и то же? Возможно. Мы в предыдущей презентации выделили несколько аспектов сотовой энергетики. То, что она была локальной и изолированной от общей энергосистемы. Понятно. Я-то, честно говоря, для себя думал, что сотовая энергетика это такое чудо-юдо. Вот когда я хожу по лесу с приемником каких-то телефонных сигналов без проводов, вот хожу без проводов, и тем не менее связь есть. То есть где я, там и энергетика. Я думаю, что вы придумаете, вернее, где я, там и связь. Я думаю, что вы придумаете такую сотовую энергетику, где я, там энергетика. Ну, просто это мой был заход на то, что группа возьмется за такую задачу. Но я теперь понял, что задачу такой группы не собирается А собирается просто работать с той энергетикой, которая уже есть и называется локальной энергетикой. Ее называют и сотовой некоторые чудаки. Поэтому вы быстренько спрыгнули с задачей построения новой энергетики на продвижение. Говорил коллега, развертывание 72 часа. Это оперативно? Мы о чем говорим? Я правильно понял? Я не знаю, оперативно или нет. Для чего, смотри. Я уточнил позицию группы. Группа сказала, что мы поняли, что такое сотовая энергетика. Это уже придумано. Мы ее придумывать не собираемся. Мы будем искать пути ее продвижения. Я же это уточнил. Теперь я это понял. Потому что сначала я исходил из того, что еще пока группа не придумала ее. А теперь она говорит, что мы не придумали, потому что она уже придумана. Правильно я вас понял? Перспективу напомню, что про беспроводную передачу энергетики мы пока откладываем. Алексей Евгеньевич, разрешите совсем коротенький комментарий к выступлению коллеги. Оцените элегантность логического хода, с помощью которого нас кинули. Коллега сказал, что ее вообще-то нет. Но она уже вовсю набирает ход. Поймите, кто может. Я думал, что неряшливость мышления и высказывания это свойство только предыдущих групп. Нет. С этой группой тоже все в порядке с этой точки зрения. Вы меня не разочаровали? Вы в ряду? Да, пожалуйста. Раз, раз, раз. Говорил. Ну вот, мне кажется, что группа стала перед необходимостью такого разделения. Чем, скажем, Гравицапа отличается от Пепеласа? Вообще-то, говоря, надо отличать. Различать, потому что Пепелас по-другому летает совсем, чем Гравицапа. Ну то есть, вот Алексей Евгеньевич на что пытался натолкнуть? Есть принцип сотовости. Принцип сотовости. Скажем, распределенная энергетика – это уже метод реализации энергетического вот этого вот всего материала, оборудования. То есть его можно распределить сотовым образом, можно не сотовым. И вот все вот это запутано. То есть идет новая вот эта энергетика, которая руководствуется какими-то новыми принципами, новыми технологиями, новыми методами. И все пока перемешано, все в каше. Но если не разобрать этого, она каша, каша и останется. Что угодно, чем угодно можно назвать. И какой в этом смысл? Смысл-то в чем? То есть сначала, мне кажется, можно какой-то смысл выбрать сотовости и понять, что он дает, что он значит, что в результате-то получается. А иначе как? Ну сотовая, ну не сотовая. Ну какая разница? Ну будем развивать, ну не будем. Я бы тоже хотела короткий-короткий комментарий, что вот группа цель объявила как формирование аргументов для внедрения вот этой сотовой энергетики, а она у нас и так уже вовсю внедряется. То есть зачем тогда вот эту цель преследовать и так все как бы, ну, может другую цель тогда? Мне кажется, неправильно получается. Там было очень важное замечание. Во-первых, то, что на данный момент она не развивается, она только появляется. А наша цель – аргументы для развития. И там было очень важное слово системного развития. То есть в настоящий момент это стихийное появление неконтролируемое. Это дальше по докладу будет, вот просто прервально в этом месте. Содержание-то нет. В чем содержание? Ну еще хотел то, что прокомментировать по поводу того, что сотовая энергетика, то, что локальная, распределенная такая вот в понятиях небольшая путаница возникает. Мы вот вчера в докладе пытались выделить основные черты этой сотовой энергетики. То есть если мы генерируем не на какой-то крупной станции, это у нас локальная, можно сказать, энергетика. Но она у нас может быть как-то связана, то есть зарезервирована от основной электросистемы. В тот момент, когда эта энергетика, ну она есть, она может еще называться распределенной. Но когда она соответствует критериям, становится изолированной от энергосистемы, то есть она локальная на данный месте, изолирована от энергосистемы, она уже в какой-то момент становится сотовой. В настоящий момент это… В какой? В тот момент, вот когда мы определяли эти критерии, когда она локальна, то есть на конкретное определенное место, где генерируется, там и потребляется. И когда она изолирована от основной энергосистемы, в тот момент она становится сотовой. Еще можно просто емко сформулировать, что сотовая энергетика… А слово «сотовая» тут при чем? Ну, потому что вот эти вот локальные узлы генерации, они могут кооперироваться в эти отдельные соты, закольцовываться. Нет, я и говорю, если… Нет, а про соты-то вы не говорите, в том-то и дело. Что Константин Филиппович говорит? Вы сотовость-то принцип не обсуждаете? Вы ведь можете переименоваться «локальная энергетика», да ведь? И все просто, тогда понятно. Просто мы тогда понимаем, что собирается делать группа. Группа собирается переименоваться в группу «продвижение локальной энергетики» и цель этой группы – именно поиск аргументов для мотивации потенциальных заказчиков для продвижения локальной энергетики. Потому что сотовая энергетика, понятно, как бы понятие не раскрыто. Вы его просто отождествились локальной. Мне так кажется, во всяком случае. И говорите, что раз так есть в интернете. Обращу внимание, почему я к этому придираюсь, может быть. Потому что мне кажется, что сегодня, правильно было сказано, я согласен, путаница в понятиях есть. Кафедра, которой я учился, автоматизированных энергетических систем, стала разбираться с вопросом вот этой вот всякой малой энергетики. И всякой малой распределенной много. Но когда они стали разбираться с тем, есть ли определения какие-то, есть ли какие-то понятия, с которыми можно работать более-менее адекватно, они обнаружили, что, скажем, в Великобритании распределенная энергетика до 100 мегаватт генерация, а рядом в Швеции до 1,5 мегаватт. То есть, на самом деле, тут четкости и определенности пока еще нет. И мне так кажется, что можно было бы сейчас разобраться с тем, что такое сотовая энергетика, но можно и не разбираться. Это самоопределение группы. Я просто прошу вас над этим задуматься, что предлагается вам. И принять решение, достойная цель, найти способы развития локальной энергетики. Там, где она нужна, там, где она делает заплаты. Но сотовая тут вроде бы ни при чем, как я ее понимаю. Либо вы меня убедите, что принцип сотовости тут точно заложен. Вы его можете обозначить. Что такое принцип сотовости? Как он реализован? Спасибо вам за замечание. Мы постараемся разработать четкие критерии, когда энергетика перестает быть локальной и распределенной, и становится сотовой. Стараемся... Да, и что этот принцип дает? Да, да, да. Тогда мы можем двигаться дальше по вашему докладу, понимая, что вы пока говорите про локальную энергетику, в предположение, что она может превратиться в сотовую при определенных условиях. Преврести новое качество какое-то. Что такое за качество? Пока ни вы, ни мы не знаем. Но попробуем подумать, либо это получится, либо нет. Хорошо? Тогда вот этот разговор можем прекратить и продолжить. Пожалуйста. Ключников Андрей. Я хочу высказать свою потребность о сотовой энергетике, вот в понимании Алексея Евгеньевича, ну как в понимании сотового телефона, да, чтобы можно было там баланс киловатт-часов пополнить, как-то, не знаю, передать другу, там еще что-то такое, да, и чтобы она была максимально распределена. Вот, ну как бы я, вот, как сказать-то, как вот в биоэнергетике, да, вот нашли того, кому она нужна, так и я могу за себя лично сказать, что мне она нужна. Вот я, как сказать-то, заинтересован в этом. Вот как-то так, готов даже выступать в качестве заказчика. Да, но мы же только что договорились, мы еще пока не понимаем, что такое сотовая энергетика. Я понял, я говорю, в понимании вашем, я свою потребность вот рассказываю, да, ну, как бы просто вот я такое свое отношение говорю, да. Может ли такое новое качество появиться, именно новая вот эта вот сотовость, и когда, как быстро, или есть, может быть, уже на самом деле, и это может быть обнаружено. Хорошо, движемся дальше. Вопрос? А, ко мне. Алексей Евгеньевич, она говорит, да? Говорит, она говорит. Вы ставите нас в сложное положение. В каком смысле, говорит? Дайте мне такое, расскажите мне о такой сотовой энергетике, как я ее понимаю. Вы нам расскажите, как вы ее понимаете. Хорошо, спасибо за замечание. Спасибо за замечание. Я никак не понимаю сотовую энергетику. Нет, лукавите. Вы говорите, а это не то. Вот то, что вы говорите, это не то. Нет, я говорю о том, что я в этом узнаю знакомые мне вещи, распределенные локально. У вас есть иллюзии, возможно, какие-то по поводу сотовых энергетик? Вы нам расскажите. Может быть, может быть. Чтобы вы их сравнили со своим. Может быть, у меня есть иллюзии, но я пока хотел бы услышать от группы, что такое сотовая энергетика. Мне говорят, это локальное. Вчера говорили. Вчера говорили. Но говорили-то это, принцип сотовости. Вот Константин Филиппович, что говорил, вы же не раскрыли, как он здесь реализован или может быть реализован? Боюсь, что мы опять не угадаем завтра ваше мнение по этому поводу. Нечего угадывать, надо работать просто. Если вы говорите, что мы не будем придумывать это, мы будем делать вот это. Я обращаю внимание на необходимость самоопределения групп, что она понимала, что она делает. Если вы понимаете, что вы делаете, нет вопросов, вы самоопределились, я уважаю ваше самоопределение. И по поводу сотовой энергетики, я думаю, вы тоже разберетесь, вы разберетесь, я с вашей помощью пойму, что такое сотая энергетика. Если я смогу какие-то представления свои оформить и представить их вам, возможно, я буду соавтором. Я думаю, что по-хорошему вы не будете отказываться. А если не смогу, я не буду соавтором, я буду просто воспринимать вас как авторов новой энергетики. Мне кажется, вы такими еще пока не являетесь. Кроме того, главный момент вот в чем. Я-то думал, что будут тут авторы новой энергетики, они ее придумывают. А сегодня произошло другое. Мы посмотрели в интернет и поняли, что сотая энергетика – это вот что, это то, что существует. И придумывать тут уже ничего не надо. Может быть, даже так оно и есть. Я пока ничего знаю. Я вот не гуглил тему сотовой энергетики. Я не знаю. Может быть, если вы тогда покажете, в чем принцип сотовости, о чем Константин Филиппович говорил. И все. В этом смысле я не играю с вами угадайка. Не угадали, что я думал. Я же не хотел бы никого тут унижать таким образом. Кто я такой, чтобы говорить, не угадали мои мысли. Пожалуйста, продолжаем. Смысл тогда продолжать? Мы определились? А, если нет смысла, давайте не продолжать. Мы определились. Спасибо. 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 Группа Патес, Абрамов, Григорий. Нет, это очень правильный ход. Вот нет смысла продолжать, если вы чувствуете, то лучше не продолжать. Пойдем по правильному пути и быстрее. Пожалуйста. Добрый вечер, коллеги. Группа Патес, Абрамов, Григорий. Мы хотим рассказать вам свое мнение, что же происходит в нашей энергетике. Следующий слайд. Мы попытались все-таки, по нашему мнению, выделить ряд ключевых проблем в энергетике России. Но они не являются догмой и не являются, так сказать, какими-то, про которые я сейчас рассказываю, именно новыми, и про это никто не знал. Но, тем не менее, мы их озвучим. Скажем про высокую степень. А надо говорить? Уже же говорилось? Ну, можно я просто пробегусь в целях своего доклада. Вы не слышали предыдущие доклады? А, вы говорите о своих проблемах. Да. О своих проблемах. Вот это уже ладно. А кто такие? Тогда вы скажите, кто такие вы? В чем ваше самоопределение? В чем ваша позиция? И тогда мы поймем, что это ваши проблемы. Потому что до сих пор нам казалось бесхозной проблемой высокой степени износа энергетического оборудования. Мы не нашли ведь хозяина. Ну, значит, позиционируем себя и свой продукт как потес именно в том, что это не то, что панацея для энергетики и не спасение именно тех проблем, которые сейчас существуют на самом деле. А это именно тот продукт, который нужен для конкретного потребителя, который нуждается в этом. То есть в этих малых атомных станциях. Но только еще сам об этом не знает. Ну, он не знает, но, по крайней мере, нужно про него рассказать, что есть такой продукт. С такой оговоркой, да? Что сам он пока не знает, что такие станции возможны и ему очень нужны. Нет, ну, все верно. Но здесь просто нужно понимать, что если есть источник потребления, который находится достаточно далеко от центров развития, от логистики, от прочего, куда невозможно довести в короткие строки газ, я не знаю, там еще что-то, то, в принципе, малая атомная энергетика способна решить какие-то проблемы. Правильно я понял. Я перебью для того, чтобы потом не придираться именно. Что группа для себя определила, что вот есть такие разработки, основанные на реальных технологиях, на реальном оборудовании, которое называется подземные атомные электростанциями, которые, как вы считаете, как идея, как концепция, очень интересное направление развития энергетики. И вы считаете, что оно может быть востребованным, может быть, значит, получить свое распространение и найти свое место в энергетике, да? Да, мы считаем, что оно может найти свое место в энергетике. Тогда правильно я понял, что вы говорите, мы заинтересованы найти условия, при которых вот эти вот как раз решения, именно подземные АЭС, могут получить свое развитие, появление, собственно, хотя бы пилотного проекта, а, извините, мы, собственно, сети и индустрии производства и продажи, может быть, даже по всему миру, вот таких вот именно электростанций, которых пока нигде в мире нет. Правильно я понял, что примерно вот в этом направленность, заинтересованность в работе группы. Мы говорим о том, что есть такой продукт, который возможно применить для определенных категорий потребителей. Нет, 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 это первый тезис, да? Вы говорите, вы поняли, что есть такой продукт, но многие об этом еще не знают, да? Да, конечно. Я говорю, второе, вы с этим собираетесь что-то делать, правильно ли я понял, вы собираетесь найти способ продвижения этого продукта до реализации этой идеи, условно говоря, до воплощения? Безусловно. Да, правильно понял. Безусловно. Вот все, вот я просто хотел уточнить самоопределение вашей группы очередной раз, да? Если группа именно вот это собирается делать, я понимаю тогда, что они собираются делать. И из этой позиции, да, вы исходите. А сегодня вы будете говорить про положение дел в энергетике, исходя из вашей цели, которую мы только что с вами оговорили. Но мы хотим показать ряд проблем, которые нам в том числе и помешают внедрять повсеместно данную систему в малое энергетическое. Которые необходимо иметь в виду для того, чтобы решать вашу проблему, продвижение идеи и процессов. В том числе совершенно точно. Отлично. Значит, дальнейшие ключевые проблемы, которые мы видим в энергетике, не совсем корректные планировать темпов роста энергопотребления, законодательное ограничение потребителей на создание собственной генерации. Разомкнутый цикл проектный, ну, это уже говорилось. Отсутствие гибких цен на оптовом рынке для крупных потребителей. Ну, к примеру, привязка цены покупной электроэнергии к стоимости производимого товара. Ну, я имею в виду металлургию. Частный пример. Ну, и снижение темпов роста промышленного производства и, как следствие, снижение электропотребления. Это тоже один из частных примеров, о котором я дальше расскажу. Ну, вот мы просто спрогнозировали ситуацию. Ну, опять же, это наше мнение. Что происходит на сегодняшний день в электропотреблении в Свердловской области? Мы сравнили первые полугодия 2013 года с первым полугодием 2012 года и увидели, что электропотребление снилось на 3%. В основном драйверы такого снижения послужили снижением объемов промышленности. Соответственно, в это же время произошло и снижение выработки электроэнергии. Ну, вот мы, по нашему мнению, происходит следующая картина. Чтобы генератор, так сказать, не получил убытки от своей операционной деятельности, в том числе и сетевые компании, ну, если ему удастся реализовать энергию в соседних регионах, ну, в принципе, будет, наверное, для него не столь заметно потери. Ну, тем не менее, своей выработкой он может снизить темпы ввода новых мощностей в других регионах. Ну, я имею в виду, если это будет на постоянной основе. Далее, если все-таки не произойдет, по нашему мнению, реализация энергии в другие области, потенциально может увеличиться тариф, как сетевой, так и генерирующих компаний. Если все-таки происходит, нет, не происходит увеличение тарифов и государство на своем уровне замораживает его, то получается некий отрицательный эффект у генкомпаний и у сетевых компаний. Это недовыполнение инвест-программ и там прочей модернизации. Если все-таки происходит увеличение тарифа, то происходит ухудшение дальнейшего экономического положения других потребителей, как не запланировали рост, и мы опять возвращаемся в начало. И такой круг может быть без конца. Ну, или иметь конец. Иметь конец, да. Вот оно, наверное, более правильно. Ну, здесь мы просто показали схему реализации проекта, в том числе по Теса, в котором, по нашему мнению, опять же, перечеркнуты крестиками, то есть мы можем только создать изначально идею, но дальше в Тео даже не уйти. Она так и умрет вместе с там, не знаю с кем, с нами, наверное. Можем, в принципе, и Тео разработать, но до разработки проекта там не дойти. И также до внедрения. То есть эти факторы могут влиять, вернее, на продолжение довода в эксплуатацию. Очень много факторов, которые повлияют. Дальше слайд. Здесь мы тоже показали объем потребления электроэнергии в Свердловской области по годам с 90-го года. Ну, планируемый 15-й. Ну, цель была показать, что определенные экономические, так сказать, в России действия приводили к определенному снижению потребления, либо снижению производства. И вот мы видим 98-й год, это был дефолт. Видим снижение потребления в 2008 году, незначительный рост. Ну, и прогнозируем снижение по 2013 году очередное. Могу пояснить, в принципе, каким причинам. Основными драйверами будет являться, по нашему мнению, металлургическая промышленность, а именно алюминиевая. Дальше. Ну, и что нам сегодня все-таки препятствует внедрению проекта по ТЭС? До сих пор не найден конечный заказчик проекта, не изучен на настоящий момент потенциальный рынок. Далее, экономическая эффективность и целесообразность по ТЭСа тоже пока не доказана. Ну, и, наверное, все-таки неготовность пока участников системы государственной компаний, общества и бизнеса к данным вопросам. Спасибо за внимание. У меня все вопросы. Спасибо. Вопросы? Нету. Так что же происходит в энергетике с точки зрения, как бы, энтузиастов продвижения проекта по ТЭС? Ну, по нашему мнению, есть ряд ограничений, которые помешают нам на сегодняшний день внедрить этот проект. Первое, я начну с того, что... А, секундочку. Можно показать на предыдущем слайде? Еще, еще. Еще назад. Еще. Вот здесь вот. Где вы находитесь? На сегодняшний день пока идея. Потому что я рассказал на следующем слайде, что у нас еще не определенный экономический, не изучен потенциальный рынок, заказчик. Верните, пожалуйста, обратно. Есть только пока идея. Так. Так ситуация ваша какова? А мы и будем дальше двигаться. Нет, будете или не будете, я и хочу понять. А мы и будем. Наша цель все-таки... А что вы не двигаетесь? А мне сейчас мешает ряд обстоятельств, которые я не могу это сделать. Так вы не можете двигаться? А мы будем решать с помощью вас. А, с помощью нас. Хорошо. Конечно, а кто нам поможет еще? А я хочу сказать, что мне это кажется, что вы сегодня уперлись в переход между первым и вторым блоками. Уперлись. Вы, наверное, это и хотели сказать, да? Уперлись пока, да. То есть ситуация в энергетике состоит в том, с точки зрения поддвижения новых разработок, например, по ТЭС, состоит в том, что вы не можете выйти на ТЭО, например, на разработку ТЭО. Процесс не выходит на разработку ТЭО почему-то, да? И вот это и есть ситуация ваша в энергетике. Вот ее бы хорошо как раз и развернуть. Что вот здесь у вас, во что вы уперлись? Что происходит здесь? Вот это, мне кажется, есть ваш доклад. Вот смотрите, мы рассматриваем один из вариантов внедрения по ТЭСа на одном из крупных предприятий металлургических. И получается следующая картина. Закон об электроэнергетике нам немножко ограничивает использование данной схемы. Потому что один из примеров потребление предприятия, ну допустим, 150 мегаватт. Закон ограничивает несколько использования собственной генерации на нужные предприятия 25 мегаваттами. То есть все, что свыше 25 мегаватт, обязано реализовываться на рынке. Получается, если тогда эффективность вообще может пропадать, если данная генерация будет реализована на рынке, потом этим же предприятием покупаться с рынка, но уже со всеми условно накладными затратами, там с транспортировкой и инфраструктурой. Вы рассуждаете, как будто вы уже сделали ТЭО. Я предполагаю вперед, что может произойти. Это одна из проблем. Поэтому вы не начинаете делать ТЭО, потому что сделаете… Это одна из проблем. Да вы знаете, что сделаете ТЭО, и оказывается, что оно несостоятельное. И поэтому вы ТЭО не делаете. Мы рассматриваем еще… Перед ТЭО рассматриваем два варианта использования малой атомной. Это либо использование, грубо говоря, размечения заказов на изготовление этих реакторов, новых совершенно, либо использование старых, с подводных лодок, с кресленных кораблей, что тоже, может быть, упросят где-то. А зачем вы прощаете-то? А может быть, я цель преследую – удешевить энергию для конечного потребителя. Либо, допустим, есть ли какая-то система, не то, что изолирована, а отдаленный участок, который… То есть вы говорите, никто вам не мешает делать ТЭО, просто вы пока не готовы сами делать ТЭО. У вас еще варианты в голове, может быть, вы подумаете вообще про другое ТЭО. Ну, мы будем искать потребителя и делать ТЭО. Искать потребителя. А, так вот это уже ближе к делу. Значит, потребителя сейчас пока вы не нашли. Ну, у нас есть предположения, где можно использовать данную технологию. В частности, в каких-то там арктических зонах, там, для каких-то исследований. Это я понимаю. Вы нащупали зону – это уже хорошо. Если вы нащупали зоны возможного применения, вы говорите, значит, перспектива, в принципе, у этих ПАТЭС есть. Да, мы считаем, что есть. Спасибо. Да, спасибо. Это хорошо. Это мы вчера могли договориться или сегодня. Но дальше, вы говорите, ситуация в энергетике с вашим проектом какова? ТЭО сделано? Нет. Нет, ТЭО не сделано. А вы говорите, есть, я бы слово потенциальный добавил. Вам кажется, что есть потенциальные потребители, да? Мы считаем, что есть. Потенциальные, значит, заказчики, да? Да. И сегодня вы их можете назвать, да? Но пока они не выявлены. Ну, они не выявлены, но, по крайней мере, в тех зонах, либо в тех категориях у нас уже примерно сложилось мнение, что они существуют. А вот, например, можете на какой-нибудь пример потенциального потребителя, потенциального интересанта в существовании первого проекта ПАТЭС? Ну, допустим, возможно, какая-то научная исследовательская станция в Антарктиде, которая будет какой-то производства. Какая потребитель, заказчик, интересант? Заказчик? Государство. Государство. Ну, как вариант. Ну, это же не частный, наверное. Для Антарктиды? Ну, да. Там, наверное, подледная будет? Ну, неважно, как она будет называться, подземная, подледная-то. А откуда вы вдруг так по Антарктиде? Там вроде проблем-то нет энергетических? Ну, нет, если будет освоение широкое каких-то участков. А если не будет, то не будет? Ну, если не будет, значит, не будет. Тогда на Луне. Значит, будем искать другие пути. Тогда на Луне. На Луне. Так вы же сказали, что вы знаете? Нет, мы предполагаем на сегодняшний день участки. Предполагаете, Антарктида раз, Луна два. Но мы не можем предугадать, что будет в Антарктиде через 20 лет. Будет она развиваться или не будет. Будет Чукотка, Дальний Восток развиваться. То есть вы не знаете потенциальных потребителей ПТС? Ну, мы предполагаем, что они есть в определенных территориях. Но пока не знаете. Поэтому и мы уперлись в этой схеме, что мы дальше не можем пойти, потому что нет потребителя пока конкретного. Ну, вот-вот, теперь мы понимаем, что вы продвигатели интересной идеи и просто не знаете, где она может найти применение. Да, ну тогда вот все, вот такова ситуация. Есть авторы этой ПТС, которые не знают, кому она нужна. Есть идея. Есть идея. Есть идея. Но пока неизвестно, кому она нужна. Но это не ситуация в энергетике, мне кажется. Ну, по нашему мнению, это все равно. А какие варианты могут быть? Энергобеспечение отдаленных объектов. Знаете имена разработчиков концепции ПТС, проекта ПТС? Лично не знаком. Нет, ну просто знаете, что были такие, его в живых уже нет. Не слышали, да? Не слышал. Вы не знакомились с материалом по этой теме? Ну, настолько времени хватило, столько и изучили темы. Ага, понятно. Тем более, это наше мнение. Ну, ваше мнение, то есть вы говорили про небрежность, тут использование слов, а мне кажется, тут есть какая-то небрежность использования материала. Ведь есть история создателей этого проекта ПТС, его попыток, его продвижение, его трудности, например. Вам это не очень интересно? Можно микрофон? Можно микрофон? Микрофон можно? Микрофон. Русатом не заинтересовался. То есть вы знаете тех, кто не заинтересован? Мы разговаривали сегодня с экспертом, и он сказал, что главное преимущество этой подземной станции, когда она изначально разрабатывалась, чтобы она могла находиться в непосредственной близости от городов. Ну, учитывая, что она будет от крупных городов, учитывая, что она будет подземная, учитывая, что она будет более сейсмостойкая, то, что, ну, там, раз все будет укреплено, меньше утечка радиоактивных веществ. Но это все не доказано и не обоснованно. Может быть, все, что мы сейчас закладываем, он говорит, может, она на самом деле не выдержит этих подземных толчков. Я и говорю, Тео, а куда убрали опять этот? Еще самое главное, что он сказал, даже если это так, сейчас законодательно это все равно невозможно. Станция должна располагаться не меньше, чем в 80 километрах от крупных городов. То есть весь смысл этого пропадает. Конечно, или в 50 метрах под землей. Екатеринбург, строим две ветки метро. По этим концам тоннеля 4 станции ставим, и все хорошо. А там еще не преследуются цели экономические. Там преследуются по большей части. Я не про экономические, я говорю, как хорошо. Нет, а вообще преследуются цели обеспечения. Все хорошо. Обеспечение. Вы продавайте свою идею-то. А мы продаем. Вот эту идею мы обсуждали в сети одновременно и в интернете в прошлом году. И придумали. Екатеринбург, там две ветки метро, четыре конца, четыре АЭС подземных. По бокам. На работу очень удобно ездить без пробок. По нашему мнению и по мнению экспертов, стоимость выработанного киловатта будет достаточно высокой. Для того, чтобы ее реализовать по всему месту. Вы меня убеждаете, зачем не нужны подземные АЭС? Я не могу понять. Это наше мнение. Это наше мнение, которое мы продвигаем. Мы говорим, что для этого нужно только специальные подвигатели. Вы же не продвигаете. Вы же не продвигаете. Вы на случай. И говорите, сами-то мы не верим в подземные АЭС, потому что они небезопасны, дорогие и так далее. Но собравшимся здесь лапшу на уши вешать будем. Ритуал такой. Игра. Нет, ну абсолютно не так. Не так? Не так. Мы сразу говорим, что это конкретный потребитель. Обеспечение конкретных потребностей в удаленных районах, где невозможность провести либо довести что-то. Мы не преследуем экономические цели. Возможно, это дальнейшие какие-то шаги наши и идеи. Ну то есть пока вы поняли, что Росатому эта станция не интересна, а кому она интересна, кому, кому, вы не поняли, да? Кому она потенциально может быть интересна? Кто вам закажет ТЭО? Возможно, государство будет заинтересовано в каких-то частях. Ну вы попытайтесь с этим разобраться? Обязательно. Хорошо. Спасибо. Идем дальше. Спасибо. Группа Ямал-Урал. ВВЭ ДМЭ. Есть комментарий, если он уместен. Да, наверное. Значит, я бы, наверное, отнесся к их схеме насчет технико-экономического обоснования. Да, даже если технико-экономическое обоснование было бы готово, и они нашли территорию, на которой им хотелось бы впихнуть свою кротовую энергетику, да, как было в Кушве. Реальный факт. Мэр Кушвы в гробу видал все технико-экономические обоснования, и он нашел мощную откорячку. Он говорит, ребята, у нас здесь сейсмически опасный участок. Вы предлагаете нам в заброшенную шахту от ракеты это дело забить? Так нельзя, потому что при сейсмически опасном участке это дело вообще все рухнет. Потом у нас тут водоемчик недалеко. Я к чему говорю? Да сделайте вы технико-экономическое обоснование. А человек, который будет брать на себя риск за внедрение этого проекта на территорию, он найдет недостатки в экологическом обосновании. И еще в каком-нибудь. И в том, что у него персоналы до тех пор, пока вы будете рассматривать этот проект как узкотехнический, а не как системный, который затрагивает людей, их интересует, у вас это все будет вот в том самом месте, да? А, группа Ямал-Урал. Группа Ямал-Урал-Ямал, Токарев-Константин. Ну, я... Можно сосредоточиться на главном вашем тезисе? Да, постараемся. Чтобы уже не повторять вот эти вот лишние слова. Ну, цель группы написано, что показать, что реализация стратегических проектов, таких как вот как раз Ямал-Урал, она нужна в энергетике и возможно... Это цель группы на сегодня или на игру? А это на игру цель группы. На игру? На игру. Ага. То есть, что, ну да, что реализация стратегических проектов в энергетике нужна и возможно. Так, ну, я бы хотел немного рассказать по самой станции, что это вообще такое, что за проект, так как я думаю многие не особо знают. В регионе на Ямале есть очень большой ветропотенциал, там сильные постоянные ветра дают и поэтому там имеет смысл ставить большую ветростанцию. При этом там есть еще такой же момент, как наличие газа попутного, который, ну, при добыче нефти он выходит загрязненным и как бы использовать его где-то из-за того, что он грязный сразу напрямую, это невыгодно. Ну, 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 сейчас я скажу, что именно, какой, какой, как бы принцип. Грубо говоря, ставится вот эта ветростанция, на ней получают электроэнергию. С помощью электроэнергии, ну, эта электроэнергия расходуется на электролиз воды и получение из воды водорода путем электролиза как бы. Алексей Евгеньевич, извините, пожалуйста, я понимаю, что веду себя некорректно, но есть чисто организационное предложение, чтобы нам сэкономить время, ввести технологию так называемых вопросов на убивание. Если докладчик не готов на них отвечать, то как бы свободен. По данному слайду вопросы на убивание такие. Кому нужна и как возможно. Если докладчик готов на эти вопросы отвечать, да я вам условно. Не готов, свободен, завтра придешь. Ну, по поводу нужна, мы как раз, это тоже в цель группы входит, то, что рассказать, показать этот проект так, чтобы именно люди заинтересовались им. То есть он очень большой по масштабам и поэтому он предполагает, что в этом будет, в нем будут участвовать все сферы, то есть и государственная поддержка и… Так, секундочку, можем поиграть в эту игру, которую предлагает Владимир Ильич? Ну, давайте. Принимаете, да? Давайте попробуем. Значит, может группа сейчас сориентироваться, я понимаю, что это некоторый экспромт, но тем не менее он основан именно, на мой взгляд, на том, чем сегодня работала группа. Считает ли группа, что сегодня этот проект ВВДМ кому-то нужен? Ну, на сегодняшний момент нет. Нет. Я думаю, никому не нужен. Ответ честный, нет, да? Да. Так, хорошо. И тем не менее, вы считаете, что работать над ним надо? Да. Так, услышали ответ. Ну, то есть вопросы тогда? Без иллюзий, да. Иллюзий у вас нету, что он кому-то там сегодня уже нужен. Сегодня он никому не нужен. Спасибо. Вам кажется. За честность. Второй вопрос, как возможно. Так, да, второй вопрос, как возможно. Понимаете ли, как возможно продать это кому-кому? То есть вопрос, как возможно в смысле вообще или в смысле, то есть экономически возможно? Как возможно довести до реализации этот проект? Если он никому не нужен. А, ну вот как бы мы хотим заинтересовать, показать его так, чтобы заинтересовать кому-то, чтобы он стал нужен людям. Правильно ли я понял, что над этим вы будете трудиться все эти дни, но сегодня пока у вас ответа на этот вопрос нет. Вы не знаете, да, как возможно реализовать этот проект пока, на сегодняшний день? Ну я думаю, что нет, если… Не знаете, да? Кто-то из группы может не согласиться со мной. Ну давайте, давайте, пожалуйста, или вы знаете. По поводу того, нужен ли этот проект или нет. Значит у нас немного по-другому была идея. То есть этот проект как конечный продукт в данной энергетике, в данном, ну в рассмотрении сегодняшнего дня, он может быть не нужен. Но зато он очень нужен стране в плане, в том числе энергетике, в плане ее развития, поскольку в процессе реализации данного проекта, из процесса реализации вытекает очень много побочных положительных факторов. Спасибо за комментарий, но это опровергает предыдущее говорение или не опровергает то, что сегодня мы не можем назвать фамилии, руководителей, компаний, интересантов, которые говорят, нам этот проект нужен. Он нужен стране. Я понимаю, но это я хочу уточнить, вот то, что вы сейчас говорите, он нужен стране. Это опровергает предыдущее мнение представителей вашей группы, что сегодня этот проект пока, мы не знаем, кому он нужен. Ну, я не знаю конкретных фамилий, по крайней мере. Это не опровергает, да? Как не знаете фамилию? Вы только что назвали фамилию страна, как отдельный заказчик. Нет, меня же спрашивают конкретных заказчиков фамилии людей назвать. Вы говорите, никому не нужна, но стране нужна. Вы создаете у нас иллюзию, что страна есть автономный действующий субъект, страна. Фамилия у нее страна. Подождите, подождите, Владимир Владимирович, я свое допою, что называется. Мне надо понять, у вас, между вами есть противоречия? Вы с друг другом согласны? Мне кажется, мы как раз пытаемся… Друг другу не противоречите, вы друг другу. Мы как раз пытаемся показать, что он нужен, но в данный момент, мне кажется, если он нужен стране, то у страны в данный момент нет желания. Ну, он не нужен в данный момент. Вы говорите… Правильно я тогда вас понял, еще раз скажу, что у этого проекта вы чувствуете нутром, нутром чувствуете, что есть потенциальные интересантные заказчики, но потенциальные, и их в стране много, да? Это почти полстраны, да? Но сегодня они пока не выявлены, и сами они пока об этом не знают. Совершенно верно, да. То есть между вами тогда противоречия нету? Нет. Спасибо. То есть мы хотим заинтересовать людей. Это мы поняли уже, да. Вы хотите найти таких людей, заинтересовать их и продвигать этот проект. Понятно, понятно. То есть вы на мой вопрос теперь тоже его поняли и ответили. Спасибо. Продолжаем. Ну а по поводу реализации, ну сейчас он невозможен, так он никому не нужен ответить. До тех пор, пока… Пока не найдем конкретного заказчика. Еще какие-то? Нет, нет, продолжайте. Нет, ну а по вопросам, просто я как понял, будет именно что, сразу вопрос или как, или нет. Нет, а у вас все, ответ, доклад закончен? Нет, тогда я буду докладом. Да, лучше продолжать. Ну вот по поводу самого именно, чтобы народ как раз разобрался, как это, вообще что это и для чего это. Да. Вот продолжить то, что с помощью дешевой электроэнергии, ну выработанной на ВЭУ, мы осуществляем электролиз воды. Ну и, соответственно, получаем водород и кислород. Дальше полученный водород используется для, ну, в процессе превращения газа или любого углерода, содержащего вещества, ну там угли, также уголь можно использовать, там газ не только природный, но и газ, например, угарный. Газные газы еще какие-то, ну, так. Ну, и кислород тоже, как я понимаю, используется, но это не, можно, мне кажется, воздушным это путем осуществить. Секундочку, я сейчас прерву все-таки. Я понял, что доклад ваш вообще закончен вот на этом тезисе, на том, что сейчас обсудили, да? А сейчас вы излагаете суть, идею, концепцию проекта, да? Ну, я как бы наоборот хотел сначала немножко концепцию и потом поговорить по поводу сегодняшнего дня. Ну, без разницы. Доклад-то был об этом. Вы же говорите, вот наша цель, вот ситуация сегодня, сегодня у вас нет видимых интересантов, но вы чувствуете, что есть потенциальный. Ну, по большому счету, да. Этот проект пока еще такой прожект, который пока еще даже неизвестен широко, даже широко неизвестен, да? Ну, наверное, да. И в этом доклад, в этом ситуация для вас сегодня в энергетике. Основная, да, ситуация. Точка. Это доклад по теме дня закончен. А теперь вы хотели сказать еще несколько слов по сути этой идеи, в чем там она. Вот сейчас вы делаете вот это, да? Да. Я понял правильно, значит, тогда. А зачем у вас есть такое понимание? Зачем вы сейчас нам их хотели рассказать? Зачем мы это объясняем? Ну, это же явно не по теме дня. Просто у нас сложилось такое мнение, и группы выражали свое мнение, то есть с кем мы здесь знакомы, что мы, когда первый день делали, многие группы вообще не понимали… И сейчас не понимают без вашего рассказа, это я понимаю. Да, то есть они не понимают, о чем вообще мы говорили, если они не понимают проекта. И мы хотели немножко показать именно, в чем заключается проект, но вот если не рисовать всяких формул, то грубо говоря, то есть у нас сейчас есть природный газ, который мы широко используем, но он, как все знают, конечен, то есть это конечный продукт. Данный проект, он целью своей находит получение так называемого диметилового эфира, который может использоваться и как топливо, и в очень во многих сферах. При этом у него перед газом, перед топливом, перед дизельным топливом, перед бензиновым топливом очень большие преимущества есть. И это экологичность, и он и лучше горит, там, по-моему, в два раза лучше что-то такое было в методичке. Это, то есть для чего он нужен, этот диметиловый эфир. И второй момент… То есть вы говорите, что этот проект имеет ряд преимуществ, интересных сторон, особенностей, этот проект, мега-проект, которые говорят о том, что явно, вот сами эти стороны говорят о том, что интересантов вы точно найдете. Да. Да. Понятно теперь, почему вы говорите это сегодня нам. Да. Сегодня. Основная суть-то в том, что именно газ конечен, а диметиловый эфир – это такой продукт, который можно получать из любого абсолютно органического соединения или топлива. То есть это уголь, это из биоэнергетики, отходы жизнедеятельности, это тот же газ. Почему мы говорим в основном в этом проекте про газ? Потому что он присутствует в большом количестве на Ямале. То есть там совпадение получается и ветра много, и газа много. А в принципе его газ можно заменить любым другим углеводородом. И получается, что воспроизведение диметилового эфира из углеводорода, то есть диметилового эфира получается больше, чем мы тратим на это углеводородом. И соответственно мы экономим природные ресурсы. И опять же мы можем уйти от газа, получить какую-то альтернативу, другое топливо. Вот в этом смысл основной. Ну и мы самоопределились как группа еще. То есть мы все-таки, мы вчера говорили о том, что мы не могли самоопределиться в плане положительный мы проект или отрицательный. Все-таки группа пришла к такому заключению, что это положительный проект, и что проект Ямал-Урал это национальный проект, направленный на развитие потенциала энергетики, общества и государства. То есть польза будет всем при реализации данного проекта. Пока еще потенциальный национальный проект, да? Да, потенциальный. Ну здесь мы постарались показать, что проект Ямал-Урал включает в себя многие сферы жизни. То есть вот этот вот туманный круг, это потенциальный проект, поэтому он и туманный, поскольку потенциальный. Значит он, получается, что этот круг пересекает общество, государство, бизнес и энергокомпании. То есть его можно осуществить только в том случае, если общество, государство, бизнес и энергокомпании все-таки решат его реализовывать. Внутри этого проекта находятся номера некоторых групп, как, наверное, некоторые заметили. То есть мы считаем, что в наш проект вложены еще проекты других групп. Это биоэнергетика, это значит там ветроэнергетика, но я сейчас не очень помню. То есть есть группы, с которыми вы готовы сотрудничать? Да, вполне даже. И вот это вот облачко, 11 группа, это методология. То есть мы посчитали, что без методологии никуда. То есть чтобы что-то реализовать, нужно понимать, как это реализовать. Нужен метод. Вот они вам сообщают, что ПАТЭС российский проект по созданию мобильных плавучих атомных электростанций малой мощности, разрабатываемых федеральным агентством по атомной энергетике. Плавучих, а не подземных. А, от предыдущих, вернее. Ну вот, тихо. Понятно, понятно. Коллеги от 11 группы. А вот у нас есть представитель. Принимаете ли вы заказ? Куда не вам? Принимает. Ну а оставшиеся группы, наверное, тоже. Ну дальше, что же происходит сегодня в энергетике? Мы попытались в отношении своего проекта определить какие-то минусы, то есть чего нет и что мог бы решить наш проект. Какие бы вопросы он мог решить в процессе реализации. Я читать не буду, это тут в принципе понятно. Ну, что происходит в энергетике Европы сегодня? То есть это рост доли возобновляемой энергетики, возможность выбора поставщика энергии, то есть среди сетевых организаций, как бы провайдера. Возможность выбора источника энергии, то есть я могу выбрать, поставить, подключиться мне к сети, поставить мне ветрогенератор или взять мне на крышу, поставить солнечную батарею. Далее эффективное использование природных ресурсов, более эффективное, чем в России, и уменьшение использования углеводородов. То есть очень бы хотелось, чтобы в нашей стране в будущем все вот это присутствовало. Спасибо за внимание. У нас все. Спасибо. А вот и в вашу пользу отзывается группа металлургического сопровождения. Есть цитата Волкова Владимира Анатольевича, председателя Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия Большой Урал, о возможности реализации этого проекта. И еще одна фраза. Ямал еще в 70-е годы в СССР хотели сделать центром ветроэнергетики. Помню заголовок тех лет. Работа и вьюга. Как видите, фантастика из книг Максима Калашникова превращается в планы серьезных людей. А вот недостатки предложенного плана. Первое. Ставка делается на огромные мельницы ветряки западного типа, тогда как в РФ есть ВС турбинного типа, команда генерала Шама, и ветропанели от Арашвили, российский новый университет. Второе. Электричество вырабатывается на Ямале. Вырабатываемое на Ямале нужно перебрасывать в центр страны. Такой проект Павла Крюкова. Ямальский суперпроект Павла Крюкова. У кого есть, ссылка опять же на источники. Это вам. Мы хотели бы уточнить, то есть заострить внимание вообще в том, что группа по отношению к западным ветрякам тоже относится отрицательно. То есть если мы будем покупать западную технологию, то соответственно никакого развития не будет. Мы не дадим толчок к развитию энергетики. То есть здесь мы именно хотели бы развивать свою технологию. Спасибо. Ну процесс пошел, и взаимодействие вот вам налицо. Идем дальше, да? Группа «Умная энергетика». Спасибо. 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 Здравствуйте, меня зовут Артем. Сегодня мы с Кириллом представляем группу «Умная энергетика». Начнем с того, что такое «Умная энергетика». Мы самоопределились и готовы представить это вам. Это направление энергетики, целью которого является энергосбережение, повышение энергоэффективности и качества жизни путем внедрения инновационных технологий и автоматизации процессов производства, энергии эксплуатации, энергетического хозяйства и ремонта энергооборудования. Там какой-то глюк, что ли. Что же происходит в энергетике сегодня касательно «Умной энергетики»? То есть в настоящее время существует множество проектов и разработок в сфере эксплуатации, ремонта и обслуживания тепловых сетей. Сегодня мы хотели бы поговорить о использовании, о внедрении роботизированных комплексов. Какая главная проблема? Главная проблема – это теплоснабжение, это, естественно, аварии, которые приносят ущерб не только компании, но и третьим лицам, увеличивая масштаб всего события. Это является предпосылками для проекта роботизированной технологии для эксплуатации тепловых сетей. У проекта есть несколько этапов. И первый этап – это разработка инструментов. То есть на слайде представлены несколько вариантов, на разработку которых потребуется примерно 1-2 года. То есть это робот для очистки внутри трубопровода, для диагностики, для очищения, санации, нанесения раствора, для резки, сварки, в том числе и монтажа трубопровода, ну и тепловизор в виде вертолета. Который летает внутри трубы? Нет, который сверху… На вертолете установлен тепловизор, он сверху летит и видит скопление… Утечек? Не утечек, а большое красное пятно… Сплеск термической энергии. Вот как-то так. Второй этап – это оптимизация технологии. То есть оборудование уже разработано, и компания хочет его приобрести, поэтому приходит человек с этой организацией, который производит помощь в работах, связанных по внедрению этого оборудования. Человек от организации внимательно следит за прибором, также составляет инструкцию по пути, учитывает недочеты, ошибки, вносит некоторые исправления в работу. Следующий этап – это экспериментальная эксплуатация уже непосредственно самой организации. То есть на предыдущем этапе были составлены инструкции, и на этом этапе предполагается, что прибором смогут пользоваться уже рядовые сотрудники компании. И четвертый этап – это масштабное внедрение новой технологии, то есть увеличение объемов производства с помощью роботов. Рассмотрим на примере ремонта трубопроводов. Сегодня он предполагает проведение земельных работ с участием техники и людей. Техника – это такие как кран, экскаватор, также два водителя, мастер, два слесаря и сварщик, если надо сварить трубу. На этом слайде мы видим, как изменится этот процесс. То есть от техники грузоподъемной мы не сможем избавиться с помощью маленьких роботов, а вот от сварщика мы можем переквалифицировать в оператора роботов, который будет находиться где-то в офисе и не участвовать непосредственно на месте производства работ. То есть он сможет издалека управлять не двумя, не четырьмя, а вплоть до восьми, предположительно вплоть до восьми таких машин. Преимущества данного внедрения, то есть роботы, они делают, исключают человеческий фактор. Сварка происходит без дефекта. Также повышается безопасность производства, поскольку в этом не участвует человек. Роботу сдается программа и он начинает сваривать автоматически. Также экономия материала, потому что, опять же, исключаются ошибки. Экономическая выгода отсюда следующая. То есть можно сократить штат. Исключение возникновений и повреждений, связанных со сваркой. То есть второй раз откапывать и переделывать не придется. Сокращение штата, ну, как бы и из этих пунктов выплывает следующий пункт – это увеличение прибыли компании. Окупаемость начинается с первого этапа. Если взять в пример то, что во время первого этапа, когда работа, когда технология только начнет проходить экспериментальную эксплуатацию, исключается возможность дефектов в сварных соединениях. То, что в настоящее время существует множество проектов, ведутся инновационные разработки в университетах, в научных центрах, создаются лаборатории целых… А, вот это, второй, вот этот дабзас – это есть доклад по теме дня. Первое – это определение. Ну, это да. Второе – это тезис, основная мысль. Третье – это технология длинная. А вот это вот и есть по теме дня, да? Ну, да. Все, потому что я уже успел забыть. По теме дня у вас есть чего сказать? То есть, если более развернуто, то, что существуют лаборатории, создаются. То есть, организации нанимают… Точнее, как-то… Ну, мы поняли. Существует много технологий. Вот что происходит. И они… Не то, что они просто существуют. Да, они разрабатываются новые технологии, и потом они складываются для решения каких-то проблем. И что? Это приводит к повышению качества поставляемого продукта, допустим, как теплоносителя. Допустим, если тот же робот или какой-то… Ну, то есть, я понял так, что в энергетике сегодня происходит много хорошего. Весьма, да. Да, понятно. Понял. Вот это главный тезис. А дальше вы говорили, в том числе, вот такое хорошее и такое хорошее. Ну, да. Да. А… И это вы называете развитием или это к развитию не имеет отношения? Почему? Это естественное развитие. То есть… Это развитие. Создается что-то новое. Понятно. Спасибо. Вопрос Шевелева из интернета. Такое ощущение, что он требует ответа. Сколько дешевле робот, чем рабы? Кто-нибудь прочитайте? Ну, робот, он как бы… А, хорошо. При замене человека машиной возникает ряд вопросов. Например, насколько дешевле робот, чем рабы? И еще куда девать лишних людей? Ну, я не характеризую сотрудников компаний с рабами. Поэтому, как бы, робот, он требует единовременного вложения. Да, возможно, он потребует большого вложения, но он имеет окупаемость. То есть, это все окупится. Куда девать лишних людей? Людей можно переквалифицировать в тех же операторов этих роботов. Ну и на другие нужды. Вот, коллеги, можно ко мне немножко развернуться? Я что хочу сказать. Мы вас долго слушали, но что теперь с этим делать? Вы говорите, в энергетике происходит много хорошего, а именно там происходит развитие. Дальше приводится два примера. Ну, мы же, во-первых, знаем, что это не работает сегодня, да? И даже я помню дискуссию, по-моему, Лемеха там с Виллисовым на тему того, что пока еще и не о чем говорить даже. То есть, еще рано даже говорить о том, чтобы принимать какие-то решения по поводу реализации вот этого вашего, например, первого проекта. По поводу второго я не слышал, с кем там велись или нет переговоры. Но у меня такое ощущение, что это оба ваши разработки из области как раз не существующих. Почему нет? Такие относительно роботов нет. И первый, и второй пример, они существуют. Вот они существуют. А в каком предприятии? В кэсхолдинг их не реализуют, не используют? Летом проходил эксперимент, то есть как раз-таки Свердловский на космонавтов-челюскинцев запускали… Вот эта технология работает? Есть созданный комплекс роботов, которые сегодня сколько-то километров труб, сегодня уже вместо вот этих вот сегодняшних работ опрессовки и так далее диагностируют, санируют, ремонтируют. Есть это? Судя по первому тезису, есть. По главному тезису, есть. А именно, вы перечисляете, что есть. Есть роботы-трасоходы и есть комплекс роботов, ремонтирующих, диагностирующих теплотрассы, трубопроводы. Диагностирующих трубопроводы, да, есть такие роботы, как бы они действительно существуют. Все это работает, да? Есть компания, которая их использует или поставляет, продает? Есть компания, которая как бы разрабатывает его. Ну и вот эксперимент проводит. Да. И где они работают реально? В какой компании? Ну, как бы широкого применения-то они пока что не пошли. Нет. Тогда, получается, ваши два примера и второй, я думаю, тоже противоречит вашему вот этому тезису. Он единственный по теме дня. А дальше вы долго-долго рассказывали, какие именно хорошие технологии сегодня реально процветают. Имеется в виду, что проектов существует, но не то, что они реализованы, то есть они разрабатываются, а для реализации нам нужно еще… Так что сегодня происходит в энергетике с вашими двумя представленными сегодня технологиями? В процессе разработки они. В процессе разработки. Есть заказ, да? Вторая технология… Есть заказ? Есть заказ. Есть договор? Нет договора. Нет договора нету. А, уже интереснее. Значит, и заказа нету? Заказ есть или нет? Нет. Заказ есть. Человек говорит, разработайте мне, пожалуйста, только без договора и без денег. Проект на стадии технико-экономического обоснования. А ТЭО заказано? Ну, нет. Нет. Договора на ТЭО нет. Заказчика на ТЭО нет. Ну, чтобы его предложить, разрабатывается техника экономической. То есть, инициативно, группа товарищей на собственных началах, инициативных, за счет собственного финансирования, разрабатывает, делает разработки. Это разработки тогда, в этом смысле, не разработки в плане программы неокр какой-то компании, которая финансирует эти вещи. А как это финансируется? Вот эти две разработки как финансируются? Нет, пока они не финансируются, но… А, они не финансируются, но ведутся. На общественных началах? Конкретно робот-рысоход, он подан в качестве предложения на неокр ФСК. Кем, куда? Кем? Александром. Университетом. То есть, это разработка университета? Да. Да? То есть, пока еще она никем не куплена, не подтверждена еще заинтересованность. То есть, вот что происходит в энергетике сегодня. Сегодня ведутся разработки, по которым никто еще не заключает никаких договоров ни на неокр, ни на тео, ни тем более на покупку, приобретение или заказ на изготовление серии каких-то там изделий. Да? Да. Вот это вы и хотели сказать. Спасибо. Спасибо. Есть еще вопрос? Я к тому, можно было как-то короче эту мысль произнести. По поводу вопросов из интернета, разрешите еще комментарии. Был вопрос, куда девать лишних людей. Правда, слухи все чаще выходят. Ответ Шевелева, да? Да. Люди уже, ну правда, многие начинают говорить о том, что роботы отбирают у людей работу, ну, сейчас механическую, а уже кто-то говорит и инженеры лишатся работы. Сам я смело утверждаю, что роботы будут уже жить за человеком. Правда, вот когда человек лишается работы, ему и есть, будет практически не на что. И зачем он вообще нужен, по идее, если робота обслуживают, он выполняет работу, а человек вообще зачем нужен и куда его девать. Вот. Если пока еще люди могут обслуживать этих роботов, там, ремонтировать, быть операторами, то когда роботы научатся друг друга ремонтировать и сами производить какую-то работу без оператора, то там уже будет, на мой взгляд, два возможных конца. Либо это будет идиллия, когда человек может ничего не делать и жить в своем удовольствии, либо человек исчезнет и все. Вот. Ну, такой вот комментарий. Те, кто слышен, удовлетворены. Я ничего не разобрал. Плохо слышу. Спасибо. Идем дальше. У нас осталось полчаса. Мы проработали два с половиной часа с опозданием на полчаса. И четыре доклада. Полчаса делим на четыре. Что делаем? Слушаем все? Группа «Бизнес» снимает свой доклад? А, смотрите. Что происходит в энергетике? Тезисы. Ни одного. Удобно очень? Можно. Или как? У нас. Есть, да? Группа государства снимает свой доклад? Нет. Группа общества снимает свой доклад? Нет. Группа проектирования субъекта развития, может быть, снимет свой доклад? Тогда хоть по десять минут бы было. Я предлагаю не тянуть вот так вот резину. Вот это яркий совершенно пример. Длинный-длинный-длинный доклад на самом деле одно предложение. Одно предложение было. Одно предложение можно за минуту сказать. Даже за полминуты. Да? У вас есть полномочия оборвать бесплатно за месяц? У меня, да. Но я жду, когда вас вытошнит. Понятно. Ну, хочется же понять, что люди хотят сказать. Они говорят, мы хотели сказать вот это. Ну, так скажите короче. Я призываю вас, если она есть, я сильно сомневаюсь, что есть. Не всегда она бывает. То она все равно одна штука максимум. Так вы ее произнесите, а остальное не надо. И мы успеем за полчаса десять докладом услышать. Я постараюсь адаптировать наше выступление с учетом комментариев предыдущих групп. Предыдущим группам. Да. Группа бизнес, докладчик Бенда Елизавета. Что происходит в энергетике? Взгляд бизнеса. Вчера мы позиционировали себя как именно потребители энергии. Бизнес как потребитель. Но потом мы поняли, что мы можем и инвестировать в энергетику. Но при этом мы не будем путаться с энергокомп... Мы не будем заменяться с энергокомпаниями. Мы будем или покупать доли в энергокомпаниях, получать дивиденды, или же строить свои мощности, выходить на самообеспечение. Это когда вы будете делать? Это вообще позиционирование. Но это не сегодня. Это наше самоопределение группы. Понятно. Что мы можем как инвестировать, так и покупать. Вы будете здесь прямо на игре покупать и инвестировать. Возможно. Цель бизнеса... Робота купите сегодня. Несуществующие деньги. Любой инвестор, когда открывает какой-либо, куда-либо инвестирует, любой бизнес, он преследует цели увеличения капитализации, извлечения прибыли и выживания, стремления к стабильности, чтобы мы процветали. Что происходит сейчас в энергетике с точки зрения бизнеса? Почему мы не можем туда инвестировать? Нет крупных долгосрочных заказов на оборудование. Сегодня с утра нам доклады, когда рассказывали, сказали, что все оборудование практически мы закупаем из-за рубежа. У нас нет наших разработок. Отсутствует официально узаконенная позиция государства по отношению к развитию распределенной генерации. Количество энергодефицитных районов не сокращается, а проблемы с получением сетями все еще существуют. Что для нас, как для бизнеса, государство сделало? Оно заморозило тарифы, вернее заморозит. До сегодняшнего момента они у нас все росли и росли и росли. И существуют проекты в атомной энергетике, но туда бизнес не пускает. Это сугубо государственные проекты. Что мы предлагаем? Мы изучили позиции, даже не позиции, методы организации работы бизнеса, государства и науки в западных странах. Как они, не западных, а в других странах. Короткий наклад, это не значит скороговорка. Я не успеваю, не то что записывать, воспринимать даже. Вот я услышал фразу, есть подземные АЭС, но бизнес туда не пускают. Атомные электростанции существуют. Атомные электростанции, но бизнес туда не пускают. Ну мы не можем туда инвестировать, потому что как бы Росатом не пустит частных инвесторов в эти проекты. Свои станции, а вы свои не можете построить? Пока нет. Почему? Мы подумаем над этим. Нет, а почему вы не можете? Мы не такой крупный бизнес, чтобы строить собственные атомные станции. В общем, что мы предлагаем? А говорите, нас туда не пускают. Как нам наладить систему взаимодействия бизнеса, государства и науки, чтобы нам развивать свое производство оборудования и при этом получать из этого прибыль. Государство должно наладить механизм взаимодействия бизнеса и науки. То есть, например, бизнес у нас делает заказ в науку. Наука этот заказ выполняет, патентует. И все рады? Страна получает собственного производителя на векоемких производств, таких как турбины, двигатели и так далее для энергетики. Сейчас мы это все дело закупаем. Даже Сергей, который рассказывал про распределенную генерацию, я уже говорил, что 60-40% только отечественного. До 100% мы довести не можем. Поэтому бизнес хочет поддерживать отечественного производителя и развивать науку. Еще немножко помедленнее. Я согласен посидеть подольше. И развивать науку у нас в стране. Но для этого нужно развивать патентное бюро и лицензирование, чтобы это все было у нас грамотно, четко и понятно. И потом после этого, после запатентования наших разработок мы могли получать именно деньги. Предыдущая группа, которая рассказывала про роботов и сказала, что они сейчас занимаются разработками, заказ на них не поступал, но они их делают. Вот этого не должно быть. То есть заказ именно должен идти, на это должны выделяться инвестиции, и потом это должно куда-то применяться. И я считаю, что именно государство должно как-то наладить взаимодействие заказа, вложение денег и потом применение этого. Если этот механизм будет у нас отлажен, то бизнес с удовольствием будет вливать средства в развитие данных отраслей. Спасибо за внимание. Можно повторить, что происходит в энергетике с точки зрения бизнеса? Я не успел просто зафиксировать. С точки зрения бизнеса как потребителя. Тарифы у нас росли, только с следующего года они у нас будут замораживаться, то есть не будут фиксированными. Больше бизнес как потребитель, в принципе, он не чувствует изменения каких-то либо в энергетике за реформу. Ну хорошо, хотя бы вот это. А как бизнес к этому относится? К замораживанию тарифов? Ну сначала к росту. К замораживанию тарифов оно относится… К росту. К росту чего? К росту тарифов. К росту тарифов, конечно, негативно. У меня, например, производство, которое требует большого потребления электроэнергии, оно энергоемкое. Тарифы будут расти, мои затраты будут расти. Как я могу к этому относиться? Конечно, отрицательно. Поэтому сдерживание тарифов, замораживание – это уже, наверное, шаг к снижению моих затрат. Если я как инвестор, я пока не вижу, скажем так, отдачи от инвестирования в данную отрасль. Я не могу… Государство не наладило такие механизмы получения мне прибыли, потому что на данный момент наше патентное бюро на предприятиях, они… Ну, как вот предыдущая группа сказала, они делают что-то, но куда это применить и как это продать, они не могут. Патенты у нас не развиты. Если это будет развиваться, то бизнес будет вливаться. Все. Минуточку. Что происходит в энергетике с точки зрения бизнеса? Растут тарифы или росли тарифы? Тарифы… Бизнес к этому относится отрицательно. Ему не нравится это. Но этого мало. С точки зрения развития энергетики, которой мы пытаемся понять, что происходит. Я сделаю такую подсказку. Вот мы переписывались и обсуждали это как раз с группой металлогической поддержки. Юрий Гинтер, например, предложил довольно простую конструкцию, мне кажется, но довольно понятную. Если я его правильно понял, там у него еще было дольше, больше можно это, наверное, даже высветить. Он говорит, если тарифы растут, может я его немножко интерпретирую, чтобы быть короче. Если тарифы на электроэнергию растут, то это заставляет бизнес развиваться. Если тарифы на электроэнергию снижаются, то это заставляет энергетику развиваться. Как вам эта конструкция? Если тарифы на энергию растут, то бизнес развивается. Если тарифы снижаются, то… Нет, я просто пытаюсь его понять. То энергетика развивает. Это вынуждает энергетику развиваться. То есть рост тарифов вынуждает бизнес развиваться, повышать энергию эффективность. С одной стороны, если нам некомфортно в каком-то состоянии, то мы ищем пути, как из этого выйти. Если тарифы растут и нам это некомфортно, то, естественно, бизнес будет искать другие пути. Например… Например, развиваться. Например, развиваться, как повышать энергоэффективность производства, экономия энергии и так далее. Если тарифы, соответственно, у нас будут снижаться, то у нас не будут дополучать энергокомпании. И тогда они будут вынуждены производить энергию с меньшими поделиями. То есть вы согласны с Гинтером? Да. Согласны, да? То есть что происходит сегодня в энергетике? Происходил рост тарифов. И это бизнес заставляло развиваться. Но бизнесу это не нравилось, оно пролоббировало приостановление тарифов. И теперь эта ситуация новая позволит бизнесу перестать развиваться. Я не считаю, что в данной ситуации рост тарифов заставлял бизнес развиваться. Так вы не согласны с Юрием Гинтером? В целом я согласна, но не применительно к России, потому что, как я сказала, наука у нас не развивается. Чтобы развивать энергоэффективность, нужно развивать науку. Секундочку. Правильно я понял, что во всем мире происходит так. Тарифы растут, бизнес развивается. А в России тарифы растут, бизнес не развивается. Если растут тарифы, то должно развиваться что-либо другое, параллельное, как я сказала. Это наукоемкое. Ну да, должно. Должно. Так и происходит на Западе или где-то там еще. Но не у нас. У нас этого не происходит. У нас это почему-то не происходит. Почему-то не происходит. Вы согласны в этом отношении с Гинтером, но только применительно к Эстонии. А к России не согласны. Да. Ну, немножко так яснее стало. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, вопрос. А вот группа энергокомпаний хотела бы спросить у бизнеса. Правильно ли мы понимаем, что вы ни при каких условиях не хотите с нами сотрудничать и хотите развивать какую-то свою энергетику при условии наличия науки в России? Развивать свою энергетику, то есть вы приходите на автономное обеспечение? Ну вот да, вы говорите, мы хотим развивать свои какие-то проекты, а с энергетическими компаниями сотрудничать не хотим. Я на данный момент не вижу механизмов сотрудничества с энергетическими компаниями. Спасибо. И интереса не испытываю. Ну, пока я считаю, что взаимодействие бизнеса как потребителя энергокомпании сводится к тому, что мы покупаем у них энергию и платим за это деньги. Все. Ну. Все. Как мы можем сотрудничать? А инвестировать? Во что? В энергокомпании. Это они вчера инвестировали, даже схема такая была. А сегодня они уже от этого отказались. Инвестиции в энергокомпании требуют большие, они очень большие и очень большой срок окупаемости. То есть в себя вложить в свою энергетику лучше? Да. Это гораздо более выгоднее. Если я построю автономное обеспечение, то у меня будет срок о памяти 24 года, а не 30 лет. Просто вчера у нас как раз был разговор. Да. Вот я и спрашиваю. Поэтому. Сегодня уже от этого нет. Это мы как потребители. Так там тоже было вчера, что у нас уже возникала генерация у вас бизнеса. Кроме того, что покупали электроэнергию, вы еще продавали оборудование, например, энергетики. Сегодня вы уже отказались от этого. Это уже нет. Мы не продавали оборудование. Мы можем им продавать, но это уже совсем другая история. То есть мы уже не будем ни потребителями, ни инвесторами. Они уже будут нашими заказчиками, по идее. Ну да. Вот. Но этого нет сегодня? Сегодня есть, но оборудование как-то особо не продается, к сожалению. Разве? Ну на примере Энергомаш Холдинга я знаю, что его продукция гораздо менее конкретно способна, чем продукция Сименса. Ну тогда надо было об этом и говорить, что происходит сегодня в энергетике. Сегодня энергетика потребляет оборудование, технологии, но не российского производства. Ну так это по теме дня было бы. Тогда бы вы это и сказали. Тогда это был шаг вперед по сравнению с докладом вашим вчерашним, а сейчас это шаг назад. Ведь смотрите, что мы увидели сегодня утром, когда нам эксперты рассказывали. Они говорят, бизнес, промышленность немецкая, они выстроили совершенно интересную стратегию. Они сказали, да, мы можем потерять в том, что тарифы вырастут, если мы создадим зеленую энергетику. Но с другой стороны, мы ее, немецкие промышленники, создадим. И мы на этом заработаем. И мы рассматриваем плюсы и минусы, создавая новую энергетику, а потом до 8 мегаватт единичной мощности. Потом мы можем продавать ее по всему миру. И таким образом они, с одной стороны, вроде проигрывали на том, что у них электроэнергия на производство ветряхов, например, новой продукции росла. А с другой стороны, они выигрывали за счет того, что они открыли новый рынок для себя. Эта мысль не тривиальная вроде бы, мне показалась очень интересной. Для, скажем, во всяком случае для Германии, как перспектива, в том числе и для нашей энергетики. Энергетики и для нашего бизнеса, для нашей экономики. То есть бизнес может развиваться и не только, скажем, когда его вынуждают высокими тарифами, да? А он может развиваться, как находя себе новые ниши, в том числе в развитии энергетики. Вот такая замкнутость, мне кажется, вчерашняя вот эта вот замкнутость, она приобретала новый смысл. Бизнес может развиваться, давая возможность развития энергетики. Сегодня мы это услышали, вчера эта схема этим смыслом не была наполнена ни в вашем докладе, ни в моем понимании ее. А сегодня вообще половину от вчерашней схемы оставили. Мы потребляем электроэнергию, цена растет, нам это не интересно, ну и все. Нет, я правильно вас поняла, что бизнес, получается, должен, по идее, давать ресурсы для развития энергетики, скажем так? Может создавать, да. А тогда мы не будем путаться с энергокомпаниями, наши позиции тогда будут перекликаться с энергокомпаниями, по идее. Смотрите, вы можете создавать новую продукцию, и она может интересно быть энергетики, и тогда будете развиваться вы, и будет развиваться энергетики. Об этом говорил Шевелев, сегодня он говорил, на примере немцев. Вы сегодня приходите и говорите, но мы же российский бизнес, мы же не немцы, мы просто потребляем электроэнергию, она дорожает, собака. Ну ладно, с следующего года заморозят, расслабимся. Суждение по схеме. Редуцированный какой-то доклад по смыслам. Вот эти скороговорки, они помимо темы дня, я даже смысла вот этого названия не могу понять. Пример отсутствия бизнеса от стагнации, потому что, может быть, потому что не успел воспринять текст. Когда мы эту схему строили, вот данную схему устраивали, мы отталкивались от схемы предыдущего дня, предыдущего доклада. Ну да, здесь, возможно, не совсем удачное построение данной схемы и некоторое содержание схемы предыдущей теряется. Но здесь мы попытались в этой схеме раскрыть некоторые механизмы, посредством которых возможно было бы перейти системно бизнесу, не энергокомпании, а бизнесу как потребителей энергии, к позиции инвесторов, причем системных инвесторов, касательно энергетических компаний, энергетики. Именно через... Вот таким бы темпом, если рассказ шел, я бы, наверное, эту схему понял. Я вообще ничего не понял, там скороговорка была. Здесь, да, здесь мы схему сильно изменили, мы сюда науку ввели. И сейчас будет новый доклад по поводу этой схемы. Нет, тут просто все. Давайте сочтем не столь существенным, что я всего один человек из здесь сидящих не понял вашего доклада. Ничего страшного. Остальные же поняли. Не будем длить времени же у нас мало. Хорошо? Да. И учтем, сделаем выводы на будущее. Спасибо. Движемся дальше. Группа государства. Да, государство. Один. Добрый день. Группа государства. Доклад, что происходит в энергетике. Меня зовут Константин. Первый слайд, пожалуйста. Второй. Тогда. Не работает. Начнем с того, что принципиальным для нашей группы являлось наше понимание государства, государства, которому присущи ключевые, на наш взгляд, только ему обязанности, такие как национальная безопасность, национальное развитие экономики, демографическое воспроизводство коренного населения. Сейчас оставлюсь на каждом чуть подробнее. Просто мы вот, это наше понимание, по крайней мере. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, обеспечение национальной безопасности, государственного суверенитета и территориальной целостности достигается посредством следующих механизмов. Армия, военно-промышленный комплекс, силовые структуры, внешняя политика. Дальше. Обязанности государства следующие. Создание условий для экономического развития. Госинвестирование в приоритетные направления. Регулирование ставки и рефинансирование только государством. Уровень налогового обложения только государством. Размер тарифа на услуги естественных монополий также только государством. Создание привлекательных условий для привлечения инвестиций со стороны, прежде всего, национального, в том числе, зарубежного капитала. Управление развитием естественных инфраструктурных монополий. Энергетика, газовая отрасль, РЖД. Дальше. Следующая ключевая обязанность это демографическое воспроизводство именно коренного населения и развитие его человеческого капитала Достигается следующим механизмом образование, здравоохранение, культура Образование, понятно, ум, здравоохранение, здоровый капитал человеческий, культура это ценности, которые прививаются нашему человеческому капиталу Далее Позиционирование по отношению к роли месту государства в развитии страны, экономики, энергетики, общества Продолжение следует... Условно назовем 90-й год, это СССР, это максимальное, предельное влияние государства, когда оно определяло вообще всю политику И вот на этом графике представлен некое понижение, которое способствует следующими примерами 91-й год, начало приватизации промышленных активов, это вообще первый звонок, ну вот просто приватизация Дальше, начало реформы электроэнергетики, самоустранение государства из отрасли, другими словами, снятие ответственности за энергетику Дальше реформа, как пример, реформа РЖД, приватизация активов И сегодня, на сегодняшний день, на наш взгляд, как нам кажется, возникли некие позитивные моменты Честно говоря, мы пока не можем понять, возвращается ли государство в энергетику Ну вот я вам назову три ключевых примера Это на федеральном уровне разработана дорожная карта доступной энергетической инфраструктуры Которая подразумевает сокращение сроков строительства стоимости, этапов подключения Там целый перечень мероприятий, которые сейчас в настоящее время активно реализовываются Сегодня уже было сказано о заморозке тарифов, но не буду здесь подробно оставляться И сегодня, на наш взгляд, на федеральном уровне разработана концепция межотраслевого совета потребителей Который будет аккумулировать, по крайней мере, и будет тем инструментом, который, вкратце скажу, из чего он будет состоять Позиционируется так, что он будет составлять из одной трети представителей политических партий Без присутствия государственных в этом совете Кроме того, там будут представители бизнеса, которые будут, по крайней мере, делать прозрачные тарифные, принятие тарифных тех или иных решений И в том числе разбор инвестиционных программ, сетевых организаций, чтобы, по крайней мере, там были только обоснованы Попадали туда обоснованные экономические тарифные мероприятия, которые успешно реализовывались Так, ну дальше передаю слово Максиму И так как повестка сегодняшнего дня – это анализ ситуации в экономике, то наша команда провела подобное маленькое исследование Анализ реперных точек развития нашей страны с позиции государственно мыслящих людей И что мы видим? Первое, мы видим стагнацию с возможностью перерастания в экономический кризис Цифры Минэкономразвития, его прогноз за 2013 год, в начале года Минэконом давал 3,5% Ростового по концу года 2013 уже 1,5% То есть налицо смена одного позитивного варианта развития событий на негативный вариант Политика государства в области экономики также привела к низкой инвестиционной привлекательности и высоким рискам вложения капиталов Также именно государственная политика направлена на сокращение индустриальной мощи страны, деиндустриализации и вступление в ВТО Также мы видим примитивизацию экономики, вывоз сырья, низкий передел, перекос в сторону торговли финансового сектора Передел имеется в виду у нас очень низкая доля производства, которые бы перерабатывали сырье в высокотехнологичные товары Следующий слайд, пожалуйста Мы видим ситуацию, которую проводит государство в отношении общества То есть первое, да, есть определенные достижения в плане высокого уровня употребления в сравнении с исторической ретроспективой Но это ведь происходит в основном за счет импорта Если вы посмотрите на стенд нашей дорогой операторской группы, то мы не видим русских названий на мониторах Если возвращаться к нашей схеме, то также мы видим достижение высокого уровня личных свобод Но тут стоит подчеркнуть, что это именно личные свободы, а не, к примеру, политические С политическими не все так хорошо, как нам бы хотелось Следующий слайд, пожалуйста Как нам, государственникам, бы хотелось На этой схеме мы видим Можно следующий слайд, но я все-таки поясню Так вот, мы просто видим, что к чему привела реформа Большую работу проделала группа Ну вот, этим слайдом мы хотим сказать, что государство в лице отрасли после реформы получило очень сложную управляемую структуру С которой очень тяжело справляться, на наш взгляд Следующий слайд Но эффективную Это дискуссионный вопрос и эффективность Спасибо за внимание Спасибо Есть суждения? Садитесь Есть суждения по докладу? Есть вопрос Вопрос? Тогда не садитесь Пожалуйста Александр Жавронков, группа «Энергокомпания» Скажите, пожалуйста, вы сдерживаете развитие энергетики? Или если его вообще кто-то сдерживает, как вы считаете, сдерживает или нет? Если сдерживает, то кто? Это три вопроса Сдерживают ли вообще, сдерживаете вы, если не вы Ответьте на три вопроса Ну, хотя бы на первый для начала, если вас не затруднит Ну, тогда давайте работать в режиме диалога Вы будете задавать вопросы, мы будем вам отвечать Хорошо, окей Или представители нашей группы Хорошо Как вы считаете, сдерживает ли что-нибудь или кто-нибудь развитие энергетики? Ну, наверное, мы можем рассуждать только с позиции нашей группы государства Вопрос, наверное, всем группам тогда, кто или что сдерживает развитие Это, наверное, в другой день уместно будет задавать Вы считаете, что сегодня неуместно, спрашивайте Нет, ну, а вы кому задаете вопрос? С позиции государства? Вы меня спросили, кто сдерживает? Я говорю, у нас группа государства То есть вы считаете, у вас может быть, правильно ли я вас понял, у вас должно быть суждение Потому что мы представляем группу государства Государство сдерживает или нет? Нет, если я вас правильно понял Хорошо, тогда так Я могу задать вам вопрос? Ну, хорошо Вы как государство, я так полагаю Вы имеете непосредственно участие во всех сферах общественной жизни, правильно? Вы регулируете все, следите за всем Что регулируем? Ну, все, в том числе энергетику, в том числе и бизнес, и общество Государство регулирует вашу личную жизнь? А как же, а разве нет? Не, честно, ну, вот честно, абстрактный вопрос, на мой взгляд Либо его конкретизируете, либо сделайте его в форме суждения Ну, я попробую просто его повторить Как вы считаете, что-либо сдерживает развитие энергетики у нас в стране? Вот ответьте нам, пожалуйста, энергокомпаниям Просто нам Тоже это интересно Да, сдерживает отсутствие теплого климата Или холодного климата Посмотрите, я бы по-другому сказал Сегодня было высказано, что государство по отношению к энергетике Стремилось в последние годы, и здесь у вас был график Да Занять позицию ночного сторожа Да В этом смысле, тогда можно ведь понимать так, что в этом смысле государство и не сдерживает развитие энергетики Да И не стимулирует Ну, не влиять, снизила степень влияния Да, на самом деле А нет, это было сказано не вами, насчет ночного сторожа Если вы с этим согласны, тогда получается, что вы согласны и со следующим, да Что и по отношению к развитию энергетики государство не участвует в развитии энергетики Не сдерживает и не стимулирует Да У нас осталось такое очень четкое впечатление, что государство, хотя и наделено функциями регулирования Очень большого количества сферы жизни общества Но вот из энергетики, ну как-то хочет то ли уйти, то ли самоустраниться И, в общем, жить много параметров Ваш график тут просто красноячиво показывал, что, да, уйти или самоустраниться Но на сегодняшний день же принимаются какие-то, по крайней мере, государства, как я уже сказал, заморозка тарифов Межстрослевой совет потребителей Не-не-не, подзибзибзибзиб Понимаете, это тоже шкатулка Пандора Мы не можем сейчас судить, какой эффект это окажет На сегодняшний день можем писать, что позитивный, да Но, может быть, принять этих мер, может, по прошествии допустим Погоди, Костя, не кипятись До сих пор, во всяком, у вас же там три вопроса было нарисовано, да Пока мы не знаем, что будет дальше Есть подозрение, что государство начинает возвращаться Мы услышали Но до сих пор, вы же говорите, до сих пор тенденция была к минимизации влияния государственную энергетику. И вы это утверждаете? Да. Вот у меня вопрос на понимание вот какой. Давайте. Вот какой. В обострении того, ровно, как сказать, Лаверды, что сказал сейчас Алексей Евгеньевич? Правильно ли я вас понял, что вы считаете, что сдерживание развития энергетики происходит вследствие того, что государство не делает того, что оно должно делать? Для этого? Нет. Неправильно. Спасибо. А жаль. Ну вы подумайте над этим вопросом на понимание. Честно говоря, да, мы подумаем. Да, подумайте. Может быть, вы погорячились? Мы погорячились, наверное. Хорошо, спасибо. Не горячитесь. Мне понравилась позиция группы, что она пыталась обозначить неоднородность государственной позиции в лице не просто государства, это непонятно что, а государство это конкретные люди, которые представляют позиции государства. И там неоднозначная позиция. Но только выстроила одно крыло позиции с точки зрения государственных, а другого не выстроила. Явно вот это мешало показать вот эту, ну скажем, ситуацию, да, как будто что-то недоработано тут. Если тут есть вот это вот разные мнения людей, занимающих позиции государственные, да, то они вот недораскрыты. Ход в эту сторону был сделан, но, на мой взгляд, недоделан. Может быть и так. Да? Понимается? Вообще, вот, мог быть вполне плодотворным. Принимается. Мне так кажется, что есть, на самом деле, если есть разные позиции, то их можно говорить так, государственные и антигосударственные. Тогда кто антигосударственник, да? А возможно, по-другому. Есть разные позиции, они каждый из себя считают государственниками, да, государственными позициями. Позиции, они считают, что государство должно делать, что не должно, но мнения их расходятся. И тогда надо не называть одних государственников, а других, обидным словом, не государственники, да, а, например, как-то по-другому, да, левые уклонисты, там, правые уклонисты, как-нибудь обозвать их, да, чтобы это были государственные позиции, но они идут борением мнений, идут дискуссионные вопросы по поводу того, что должно государство делать в энергетике, в том числе по поводу ее развития. Тогда это было бы интереснее, если бы вы еще это вскрыли, например. Тем более слушания парламентские только что были. И вы с ними работали. Спасибо. Еще один доклад остался, потерпим. Группа общества. Добрый вечер. Меня зовут Орлов Никита. Сегодня я представляю группу общества. Я представляю группу общества и сегодня мы хотели бы показать наш взгляд на происходящее в энергетике с точки зрения общества. Ну, первое, что нужно сказать, это определить вообще понятие общества и, соответственно, выразить конкретную позицию от лица каких людей мы будем говорить. Значит, мы решили, что общество это группа людей, которые потребляют электроэнергию или косвенно участвуют в этом процессе. То есть мы нарисовали вот такую схемку и здесь говорим о том, что общество непосредственно взаимодействует с энергетикой. Мы потребляем электрическую и тепловую энергию. Но здесь нельзя забывать о том, что через посредство бизнеса или через посредство государства мы тоже взаимодействуем с энергетикой. То есть нам не нравятся высокие тарифы. Мы стремимся вот эти интересы как-то продвинуть через государство, через партии, которые избираем. Ну, по крайней мере, это должно так работать. Как нам кажется? Значит, вот ситуация в энергетике, как ее видим мы, да? Ну, общество, да? Все мне нравятся высокие тарифы. Все мы говорим, что за энергетику, за электрическую энергию и тепловую энергию мы платим много. Ну, здесь вопрос как бы непростой, да? То есть, говоря много, это как бы такая сравнительная величина, да? То есть, что значит много? Сколько должно быть, да? А когда мало? И сравнивать с другими странами становится сложно, потому что они находятся в другой экономической обстановке, да? У них другой уровень жизни, у них другие зарплаты. И далее стали появляться еще более интересные вещи. То есть, вроде бы мы говорим, что платим много, но вот, естественно, возникает как бы желание энергетику развивать, да? Сделать менее зависимой от источников топлива, невозобновляемых. Мы понимаем, что в таком случае тариф еще вырастет, нужно будет платить еще больше. Но мы сказали, что, ну, если мы будем это понимать, ну, нет, мы готовы платить больше, потому что мы понимаем, да, мы строим ветряные мельницы, как бы это дорого, но это нужно. Таким образом, вот это выражение, да, высокие тарифы, отчасти оно связано с тем, что мы не понимаем, что такое тариф и из чего он складывается. Действительно ли он высокий или нет, или он, может быть, он низкий. Значит, однако, вот такая проблема, она существует. Мы платить столько не хотим. Нас не устраивает качество энергии, как электрической, так и тепловой. Ну, мы говорили о том, что в отдаленных районах и даже в неотдаленных районах в пригороде города Екатеринбурга напряжение, значит, имеет очень низкий уровень. Тепловая, значит, тепло в трубах нас тоже зачастую не устраивает, да, когда приходит сентябрь, на улице уже холодно, но в домах отопление еще не дали, да, значит, когда стало чуть потеплее, его как раз включили, и нам становится жарко. То есть, нам это некомфортно, мы не хотим с этим мириться, но это есть. Значит, мы позиционируем себя как сознательных граждан, да, ну, разные, конечно, есть элементы, но мы говорим о том, что хотим, все-таки хотим, чтобы наша энергетика строилась не только на исчерпаемых источниках энергии, но и на возобновляемых. Значит, мы говорим это в ключе нашей энергобезопасности, да, то есть мы подозреваем, что когда-нибудь наступит тот момент, когда кончатся ресурсы, да, и что мы будем делать в этот момент? Ведь достойные альтернативы пока ее не существует. Она существует в проектах, но реально ее нет. Также нас очень беспокоят вопросы загрязнения окружающей среды. То есть, ну, большинство, наверное, электростанций работает на угле, и трубы коптят, значит, углекислый газ выбрасывает, дышать тяжело. Это один момент. Есть более сложные моменты, да, как то, допустим, вот в Екатеринбурге коптят мало. Мне кажется, что это не так существенно по сравнению с тем, как окружающую среду и воздух загрязняют автомобили. Мы говорим о том, что да, надо строить, надо автомобили делать на электричестве, да, чтобы они не сжигали бензин, а работали на электрических батареях. Но энергетика, наверное, к этому не готова. Это тоже проблема, да, то есть она совокупная. Я думаю, что наши сети и генерации не смогут покрыть вот тот вот объем энергии, который забросят, значит, ну, замещенные электромобили. Да, то есть достаточно много. Это должен быть постепенный процесс. Значит, по-прежнему сохраняется проблема низкой доступности энергетики, да, но она относительно низкая, да, то есть пока у нас в домах свет горит, ну, вроде все хорошо, да, но многие люди до сих пор не могут получить доступ к электричеству. Вы разговариваете громко. Выйдите, поговорите. Поэтому проблема остается, и мы, это должно быть решено на законодательном уровне, то есть зафиксировано, что каждый имеет право получить доступ к электрической энергии, значит, от централизованных сетей. Не всегда это решается просто. Значит, ну, в проектах, которые сейчас реализуются реально, да, то есть станции, которые строятся, они строятся из соображений именно экономической выгоды, да, то есть вчера мы тоже говорили об этом, что если мы понимаем, пускай даже экологичный проект не очень экономический, целесообразен, то мы, в принципе, готовы его отодвинуть, наверное, это неправильно. Значит, вот в скором будущем мы почувствуем введение социальных норм потребления электрической энергии, да, для населения, то есть у нас будет какая-то определенная выделенная квота, да, то есть 50 мегаватт, мегаватт часов, о, киловатт часов, прошу прощения. Мы можем потребить, да, значит, по одному тарифу, потом быть дороже. Конечно, нам это не нравится, мы слышали, значит, да, 50 киловатт часов, значит, ну, некоторые подсчитали, сказали, о, мне это мало, мне это очень мало. Ну, мало это или много в действительности, наверное, вопрос относительно, но вот это имеет место быть. Ну, чтобы не занимать такую вот чисто регрессивную позицию, да, что вот все плохо и нам с точки зрения общества все не нравится. Мы говорим о том, что есть проекты, да, вот, допустим, мы знаем о реализации проекта строительства центра обслуживания клиентов, вот, в компании ESK. То есть компания пытается работать со своими клиентами, да, она пытается облегчить это взаимодействие, ну, какие-то результаты реальные уже есть. И это видно, да, становится проще, это правильно. Если мы говорим о ситуации, да, мы не говорим просто о проблемах, да, мы говорим о той ситуации, которая у нас есть. Ну, и причины мы, значит, несколько выделили по вот тем, значит, по той ситуации, которую обозначили. Значит, после реформы у нас произошла реструктуризация, да, вот, энергетики, она разделилась. Это причины чего? Сегодняшнего состояния? Да, 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 да. Мы видим рассогласование интересов, да, то есть, ну, когда, допустим, энергетика была централизована, было на Свердлов Энергия, да, у них было, как бы, и тепловые станции, да, и сетевые компании, и они, как бы, единым образом консолидированы, вот, свои проекты реализовывали. Сейчас мы понимаем, что сетевикам надо, допустим, одно, а, значит, генерация как-то стремится немножко в другую сторону, и их интересы расходятся. Мы общество понимаем, мы общество, да? Да. Мы это видим, мы это понимаем. Мы видим вот это, да, мы видим... Да, это мы видим, я понял. Мы видим это, вот, а вот это причины. Для общества, наверное, они, ну, несколько завуалированы, конечно, это справедливое замечание, да. Значит, далее, мы видим, что в других странах, да, значит, ну, хочется как-то ориентироваться, как-то, вот, смотреть, путь-то уже пройденный, да, допустим, в Германии много ветряков, но в то же время мы говорим о том, что они на законодательном уровне, вот это развитие этой энергетики, они поддерживают. А у нас такого нет, да, то есть, ну, сегодня докладывали, как бы, вот у меня в голове прям тяжело так укладывается, когда ветряки не разгружают, да, потому что за простой будет неустойка больше, чем за, значит, вот сброс мощности с теплостанции. А как это беспокоит общество? Да, опять точно замечательно. Не в своей позиции, да? Ну, я согласен, да, оно немножко расходится. Значит, далее, вот это общество чувствует, очень, причем точно чувствует. Мы сказали о том, что, перейдя на… Это что? Это упадок энергостроительной отрасли. Рабочие места пропали, да, то есть, если мы отрасль потеряли, то мы потеряли производственные мощности, мы потеряли рабочие места. И это для общества чувствительно, да, то есть, если люди работали там, а потом перестали, это перестало существовать, то это проблема. Значит, ну и некоторая неграмотность, да, нежелание разбираться, вот нашего общества, она тоже имеет место, конечно, потому что, вот сегодня мы говорили о том, что банально есть, все мы получаем платежки за электроэнергию, да, то есть, вот там написано, где, что, за что мы платим. Но я думаю, что далеко не все разбираются, вот в структуре, что там написано, почему именно так. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, мы поняли, что вот эти вот платежные документы, да, которые мы получаем, они от любой, значит, с будовой компании, от любой управляющей компании, они разные просто. То есть, если мы даже имеем какой-то интерес и волю разобраться, да, вот, допустим, ну, все непонятно стало. Другая, значит, управляющая компания пришла уже другую платежку, и там будет, значит, снова непонятно. Это неправильно. Мы считаем, что это неправильно. Это неудобно для общества. Обществу это не нравится. Обществу это не нравится. Совершенно. Ну, вот, собственно, все, что мы хотели сказать. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Можно немного вопросов? Черна Анастасия, группа «Энергия компаний». Видите, пожалуйста, на слайд, где вот были энергетики в России сегодня, да, и позиции общества. А скажите, пожалуйста, вот у вас на первом месте стоит пункт «Высокие тарифы», а потом уже идет загрязненная экология. Можно ли из этого судить о том, что для вас высокий тариф решения этой вопроса более приоритетен, чем решение вопросов о зеленой энергетике? Ведь, как мы знаем, зеленая энергетика предполагает достаточно высокий тариф за нее. Да. То есть тариф более приоритетен, чем экология? Мы думали над этим. Ну, приоритеты, мы считаем, что примерно такие, да. То есть оно расставлено, как бы, на самом деле так, как мы думаем. И еще такой вопрос. Последний, как бы, пункт, он является, насколько я понимаю, каким-то решением вопроса с низкой доступностью энергетики? Да. Все, спасибо. Интересный доклад. Вот он где-то близко к теме, мне кажется, но вот что-то в нем не хватает. Вот возьмем последний пример. Например, загрязненная экология, обществу это не устраивает, обществу это не нравится, да? А в чем позиция общества? Есть ли позиция общества в этом вопросе? Может, этот вопрос не очень понятен и сложен сейчас для быстрого ответа? Или есть готовый ответ? Смотрите, я еще поясню тогда, что происходит сегодня в энергетике с точки зрения общества. Это общая рамка с некой модуляцией, что ли, для вашей группы, да? Так ведь? Да, конечно. Что происходит с точки зрения общества? Можно ведь дополнить этот вопрос еще одним. Как общество сегодня участвует в том, что происходит сегодня в энергетике? Если мы такие... Уместный вопрос, да? Безусловно. Как общество в этом участвует? Например, общество говорит, нас не устраивает сегодняшняя экология, мы готовы платить за то, чтобы она была другая. Если бы это было, да мы могли бы поговорить тогда про позицию общества. Например, мне рассказали такой интересный случай давно уже. В Италии построили угольную электростанцию. Там на берегу, поэтому легко привозить транспортом морским уголь, складировать, сжигать. Ну вот загрязнение. А в Италии общество, оно как раз ему не нравится, вот эти вот загрязнения. Там хорошая очистка американская. Там, кстати, не только СО2 выбрасывается у нас. У нас выбрасываются тысячи тонн золы. Реффельская грязь тоже. 150 тысяч тонн золы в год выбрасывает. Окислов серы примерно столько же. Окислов азота половину столько там. То есть кроме СО2. А, кстати, СО2 выбрасывают и газовые станции. Только атомные не выбрасывают. То есть там вообще много, букет всего. Другое дело, что мы не знаем, что выбрасывается. Не просвещены, не интересуются. С точки зрения общества, однозначно не знаем. Да, не информируют. А вот итальянское общество информировано. Они посмотрели и говорят, нам не нравится угольная станция. Им говорят, да, но тогда вам придется заплатить, чтобы ее не было, чтобы она не работала. Потому что по законам надо же, чтобы, скажем, проект был согласован, был благословлен. Вы готовы за это заплатить? Ведь общество подумало и сказало, как рассказывали мне, да, мы готовы заплатить, но чтобы она не работала. Пусть будет дороже электроэнергия, некая компенсация будет тем, кто проинвестировал в эту энергетику, пусть она, например, резервная стоит, да. Но мы не хотим, чтобы она работала. И мы готовы за это платить. Это наша позиция. Вот в этом смысле я иллюстрирую. Есть ли позиция общества по поводу загрязнения атмосферы Свердловской области, Ревтинской грязи. Например. Вы слышали о таких акциях? Я к тому, что то, что перечислено, скорее всего, это общественные настроения. Ну, я бы так назвал, да. Это общественное настроение. Мы же, ну, нам не нравится, что растут тарифы. Да, это настроение, не нравится. Не нравится, что экология плохая? Не нравится. Хотя, может быть, она не такая плохая в Екатеринбурге. И не из-за энергетики она плохая, а за машин мы даже начинаем разбираться, да. Ну, это такое наше настроение. Нравится, не нравится. А есть ли тут позиция общества сегодня? Интересует меня вопрос. Я думаю, что на сегодняшний день конструктивной позиции ее нет. Нету, да? Я думаю, что нет. Получается, общество не участвует в том, что происходит в энергетике, да? Не проявляет свою позицию, не обозначает ее как-то. В том и дело. Даже, например, не обозначает свои настроения. Нам вот это, 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 вот список не нравится. Никак никуда-то не делегирует к энергетикам, да? Да, то есть, если мы говорим о том, что позиция есть или она хотя бы должна быть, то должен быть какой-то инструмент выражения вот этой позиции и инструмент влияния. То есть, ну, позиция, если она деятельная, да? Если мы действительно хотим получить какие-то решения на ее основании. То есть, реально, вот не нравится станция, закрыли станцию, увеличили тариф, поставили, построили, значит, другую. Но... Никита, да, уже понятно. Тогда вопрос. Тогда у меня вопрос по вашему вчерашнему докладу. Вчера мы с вами договорились, что вы говорите, что энергетика как-то что-то вам дает, ну, вам, обществу, да? Вот. А общество не может, не может никак влиять, и влияет на общество, да? А общество не может влиять на энергетику, да? Но сегодня вы вроде говорите совсем другое, вы сегодня отказываете от этой схемы. Вы сегодня говорите, не общество не может влиять, а общество не влияет, не действует, не проявляет позиции, инициативы. Общество, ну, как бы бездеятельно в этом отношении, народ безмолвствует. Вот сегодня эту схему вы бы готовы переписать и отказаться от вчерашнего утверждения, что общество не устраивает, но нам не дают, нам не дают, вот, сделать то, что мы делаем. Вот я специально вот этот слайд открыл, да, то есть, действительно, вот эту диаграмму мы заменили, вот такой. Значит, то есть, ну, мы работали сегодня над ней, ну, в большей или меньшей степени. То есть, вот это вот сохранилось, безусловно. Это у вас и вот такая штуковина появилась, там-то крест был, а сейчас-то нету креста. Да, то есть, мы говорим, что на самом деле все сложнее, не только вот так вот, да, но и через посредство бизнеса мы тоже каким-то образом можем влиять на энергетику. Или через посредство государства. Можете или влияете, можете или влияете, вот меня это интересует. Общество может влиять или общество влияет? То, что, может, я бы даже с вами согласился, в этом смысле это схема правильная. А если она изображает действия, влияет ли сегодня общество? Делает ли она, пользуется ли она вот своей возможностью влиять или нет? В этом у меня вопрос. Наверное, в меньшей степени, то есть, как бы это практически нет. Ни через бизнес, ни через государство. Потому что, вот, как это должно работать, да, мы выбираем партии, да, которые предлагают свои, значит, политические программы, которые, значит, люди пишут законы. И мы вот с этой точки зрения, да, в приложении к энергетике, мы должны выбирать те партии, которые будут писать правильные законы для энергетики, да, то есть, которые будут удовлетворять интересы общества. Но сейчас, наверное, это, ну, практически не работает. Слабо выражено, да? То есть, мы сейчас договорились до важного момента, мне кажется. Это в этом отношении доклад группы очень позитивный для меня. Мы понимаем, что общество некие вещи беспокоит. Есть общественное настроение, они понимают, что хорошо, что плохо. Но, тем не менее, сегодня мы говорим, само общество еще пока не обеспечивает собственного влияния. Хотя, в принципе, сегодня мы не говорим, что такой возможности, в принципе, нет. В принципе, такая возможность есть, вот она здесь ображена. А реализуется это сегодня еще недостаточно, скажем, эффективно, даже если сравнивать, скажем, вот с этими итальянцами. Да, инструмент плохо работает. И тогда причины, видимо, этого уже надо искать не в злых происках государства и энергетики или кого-то еще, а, может быть, в самом обществе. Это уже не на сегодня, а на завтра и так дальше, да? Да, безусловно, я с вами абсолютно согласен. Хорошо, тогда я предлагаю группе над этим поработать. Каким образом общество может обеспечить более эффективное свое влияние? На энергетику? Да, мы получим это. Спасибо. Ну что, коллеги, день был непростой. Мы очень долго говорили. А, еще одна группа? А заявки-то не было. И заявки кончились. Я все сосчитал. А, проектирование субъекта развития. Извините. Я уже считал, что мы идем отдыхать, а мы еще не идем. Проектирование субъекта развития. Еще один доклад. Я тогда прошу, по сути, по самому главному. Добрый вечер. Я представляю группу проектирования субъекта развития. Меня зовут Овчинников Константин. Ну, для начала, наверное, мы погорячились, назвав эту презентацию так, потому что мы-то еще застряли в первом дне со своим самоопределением. И долго мы думали, и примерно мы можем сказать так, что наша группа – это группа экспертов в области энергетики, заинтересованных в ее развитии. И вот тут у нас сразу появляются два варианта нашего позиционирования. То есть первый вариант. Вообще, что мы будем делать? Первый вариант, приведен на этом слайде, он более общий. То есть мы отстраняем себя от государства, общества, бизнеса, от энергетики как части государства. Точнее, не отстраняем, а несколько выводим себя в сторону для того, чтобы эффективно формировать этот самый субъект развития. То есть мы должны определиться, куда нам развиваться, а чтобы лучше увидеть вот это направление, мы должны стоять не внутри, а где-то в стороне. И в соответствии уже с выбранной целью, с выбранным направлением развития мы будем формировать субъект. Второй вариант. Он более частный. То есть если вот в этом варианте мы определили риск, что мы берем на себя слишком большой объем работы и вообще рискуем вот в эти дни не получить результата, потому что, ну серьезно, это достаточно все туго идет. Там много вопросов возникает, даже несколько философского характера. Поэтому второй вариант, как группа себя может позиционировать, он более частный, мы уходим на уровень ниже. То есть мы говорим, вот смотрите, возьмем наш форум, у нас есть ряд проектов, вот они у нас в круге энергетики приведены. У нас есть Свердловская область, которая представляется государством, ну, например, в лице губернатора бизнесом, это руководители компаний и обществом. Пусть это некие общественные организации или какие-то отдельные активисты. И, собственно, наша группа, выбирая какой-то определенный проект, производит проектирование объекта реализации и, соответственно, передача его к государству, бизнесу и обществу. Но в этом случае у нас тоже есть свои риски. Мы можем уйти в частности и потерять системный подход. Вот примерно так. На самом деле, мы еще даже хотели попросить в какой-то степени совета, как нам лучше действовать. Или же более масштабно, более масштабно или наоборот уйти вот сюда. Потому что, честно говоря, мы пока не знаем. Ну, и дальше мы все-таки попробовали ответить на вопрос о текущем состоянии, но несколько с общей точки зрения. И на этом мы выработали два тезиса. Первый из них звучит, каково государство, такова и энергетика, а второй, каковы мы, таковы и государства. Ну, опять же, заголовок слайда, наверное, не совсем верен в данном случае. Мы, разрабатывая субъект развития, проектируя его, мы должны определиться вообще, что является субъектом развития. И вот тут у нас тоже множество вопросов. Пока мы говорим, что наиболее вероятно, субъектом развития является государство, но также ими могут являться общество и бизнес. Но мы не хотим концентрироваться на государстве, как на некой безличной большой структуре. И поэтому переходим к персонификации, к его персонификации. То есть мы рассматриваем государство не как какой-то аппарат большой, а как отдельных личностей, которые нам его представляют. Ну, грубо говоря, чиновников. И, собственно, мы видим, что у каждой из личностей есть свои мотивы, цели, которые могут быть в каких-то случаях далеки от интересов государства и развития. И вот тут уже встают вопросы по проектированию субъекта развития, как по некому отбору и, возможно, воспитанию вот этих личностей таким образом, чтобы они… Все равно любой человек, находясь на какой-то должности, он реализует в какой-то мере свои идеалы. И, возможно, я сейчас не отражаю до конца точку зрения группы, потому что мы ее не выработали до конца. Возможно, я говорю сейчас в какой-то степени от себя. В общем-то, у каждого человека есть свои идеалы, которые он реализует, занимая определенную должность, находясь на ней. И если мы, грубо говоря, спроектируем человека с верными идеалами, запрограммированными на развитие, то он на своей должности будет эффективен и будет являться субъектом развития. То есть двигать процесс развития, вообще инициировать его, являться его заказчиком в какой-то мере. Ну, в общем, в принципе, все. Спасибо. Вопросы? Суждения? Не стремляйте к теористу, он выбирает к обвинению. Пожалуйста. Александр Лемех. Ну, вот мне кажется, конечно, что в целом вот это доклад, наверное, сегодня лучший из тех, которые я услышал. В общем, мне он очень заинтересовал. Можно вернуть слайды вот там, где возможные пути движения? Я вот еще немножко до, до, еще до и еще до. Вот я так понял, что вот там вот внизу энергетика вписана в государство, а вот эта вот фигурка, это субъект, выведенный за это самое, в общем, что этот субъект смотрит, анализирует и в качестве объекта своего воздействия выбирает энергетику, вписанную в государство. Я правильно понял? Вот эта фигурка, это не субъект, это наша группа, это место нашей группы, то есть мы хотим со стороны оценить ситуацию, потому что наиболее эффективная оценка, она все-таки со стороны, беспристрастная, и чтобы определить уже те направления, в которых, как нам кажется, будет необходимо развиваться и в соответствии с ними уже проектировать вот этот вот самый субъект развития. Так, ну вот, а, собственно, оппозиция субъекта развития здесь где-то обозначена или, ну, собственно, где она может здесь быть? Об этом группа не работала на эту тему? Пока нет. Честно говоря, нет, до этого мы не дошли. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Я бы хотел тоже отнесись к этому слайду. Вот мне кажется, группа, на самом деле сложная задача у группы, может быть, самая сложная, и никто не знает, как ее решить, и очень хотелось бы, чтобы все-таки нам вместе, вместе с группой удалось в этом направлении как-то продвинуться. Но меня смущает вот этот как раз слайд. Занимаясь анализом и обсчетом количества рисков работы группы, в связи с тем, что большой объем работы, группа увеличила себе объем работы. Нет, мы не увеличиваем, мы предлагаем два варианта. Я понимаю, но вы сегодня занимались в том числе подсчетом, сколько у вас рисков, большой объем работы. Мне кажется, это ненужный шаг, не надо было его делать, бояться. Не надо тратить времени на то, чтобы бояться. Надо было что-то делать. Мне кажется, что в рамках темы дня, хорошо бы, вооружившись каким-то... А у вас было вчера, я уже что-то забыл, представление, что такое субъект развития? Нет, да? Вооружиться каким-то представлением, что такое субъект развития, сегодня понять, что происходит в энергетике, с точки зрения группы, на предмет наличия в ней субъектов развития в энергетике. Вот таким образом построить задачу на сегодняшний день, и тогда мы могли бы увидеть ответ какой-то. Например, а что-то мы не нашли признаков наличия субъектов развития, в нашем понимании субъекта развития. Или мы нашли такие субъекты развития, это вот кто, и вот кто, и вот кто. Не кажется, вам такая постановка вопроса для себя, что была бы продуктивнее? Да, это хорошо, но мы, честно говоря, большую часть дня вырабатывали еще свое самоопределение. Это полезно и важно, но я и говорю, если мы группа занимаемся субъектом развития, давайте мы поищем на теле энергетики этих блок под названием субъект развития. Найдем или не найдем? Два варианта, да? Это же группа вроде должна заниматься. Это тоже ведь самоопределение группы, да? Давайте-ка поищем субъектов развития в энергетике. Это же, на мой взгляд, это как раз некий акт самоопределения группы. Мне кажется, было бы неплохо, если группа задалась, что по теме дня группа должна, это наше самоопределение, поискать наличие субъектов развития. И, например, вот сегодня мы пока, может быть, благодаря тому, что группа не поработала достаточно четко с конструкцией, что такое субъект развития, что такое энергетика, есть ли там сегодня, и что есть ли там субъекты развития, может быть, поэтому, а может и не поэтому, может, если бы даже вы проделали эту работу, мы могли бы сегодня констатировать, что мы не нашли пока признаков наличия субъектов развития в энергетике. Но лично мне пока кажется так, что субъектов развития в энергетике России сегодня нет. Мне так кажется. Не исключено, что я не прав. Ваша группа могла бы меня либо опровергнуть, либо, наоборот, подтвердить. Эту недоделанную работу, мне кажется, надо сделать. Но представление у меня пока такое. Из того, что происходит в энергетике, мы, во-первых, не видим признаков развития, таких уж ощутимых, во всяком случае, в моем смысле, и в том, которое мы интегрировали вчера вечером. Развитие энергетики нас интересует такое, которое, это такое качественное количество изменений, говорили мы, суммируя результаты лучших, лучшие результаты групп, всех групп, да, которое бы обеспечивало, собственно, развитие и государства, и общества, и бизнеса. И в этом плане, вроде бы, вот такого вида развития из того, что происходит сегодня в энергетике, мы не нашли. Ну а раз не нашли признаков развития, то, возможно, нет признаков и наличия субъектов развития, делая такое предположение. Вот мне кажется, такого рода работу неплохо было бы нам сделать и в вашей группе, и нам вообще представлять. А пока приходится сделать такое допущение, например, для игры. Да, если его никто не опровергнет, тогда мы с ним и будем жить. Мы это все, безусловно, понимаем, просто у нас действительно важная проблема. Мы сейчас субъект развития пытаемся представить. Мы вот даже в столовой сидели за столом, у нас было свободное место, и мы представляли, вот сядет сюда, субъект развития, как он будет выглядеть. Ну, и Анна, можно, например, посудить было так, что субъект развития наверняка как-то связан с развитием? Ну, да, это понятно, да? Поэтому можно вычислять его по его следам. Следы развития есть? Нет, значит, субъект не наследил. Ну, например. Как вариант. Спасибо. Пожалуйста. Если нет отношений и вопросов, значит, я собирался выступить с небольшим докладом металлургического свойства, но понял, что он как бы сейчас тут слишком громоздкий бы получился и не нужен. Я просто свернул это дело в выводы, и которые я сейчас скажу. Они одновременно являются суждением отношений к докладу и отношением к докладу группы вот одиннадцатой группы, десятой, десятой. Константин Филиппович, вот, может быть, мы попробуем завтра вместе с группой металлургической поддержки все-таки ваш доклад развернуть. Не комкать его сейчас? Нет, нет, нет. У нас завтра есть для этого практически целый час. Я его не делаю, но я хочу сделать вывод, потому что одновременно, значит, он сворачивается до металлургического вбрасывания в завтрашний день, и одновременно является... Предложение принимается? Мы завтра его услышим? Да. Завтра в девять утра, да? Да, да, да. Давайте из этого оттолкнемся, потому что, мне кажется, завтра тогда мы и вспомним все-таки итоги сегодняшнего дня, и попытаемся с помощью группы металлургического сопровождения, работа-то проделана, выстроить свою работу более эффективно. Тогда я сейчас для затравки и интриги дам, значит, как это я хотел... Что я сейчас дам-то? Вбрасывание. В общем, короче говоря, провокацию такую, вот, провокацию. Значит, мысль такая. Она там вот в завтрашнем докладе может быть развернута и доказана. Постараюсь, чтобы это было убедительно. А, вот. Начнем с этого, значит. С темы, которая всплыла сегодня, как плавный переход такой мостикой в завтрашний день. В чем, собственно говоря, причины, каковы последствия? То есть, почему сдерживается развитие? Что это за? И кто, собственно говоря, сдерживает развитие? Вот у меня есть ответ. Доказательство его в докладе. Ответ такой. Развитие сдерживается, потому что не разрабатывается понятие развития. В этом смысле субъект развития, первый его признак, вот, о котором говорил Алексей Евгеньевич, и который может как-то конституировать позицию субъекта развития, это как раз разработка понятия развития. Вот. А кто его не разрабатывает, я так понимаю, в данном случае все мы. То есть, если мы не двинемся в сторону необходимости понимания разработки и разработки понятия развития, то и получится, что развитие сдерживаем именно мы. То есть, сдерживаем... То есть, здесь звучит так, категорически. Константин Филиппович, мне кажется, вы торопите события. Анализ причин сдерживания развития энергетики у нас во вторник. Я понимаю. Я поэтому говорю, специально опережающее такое провокационное выбрасывание делаю, потому что дни и темы могут показаться жуткими. Они могут показаться жуткими, потому что сдерживает развитие... Тезис-то в чем состоит? Сдерживает развитие тот, кто не разрабатывает понятие развития. Поскольку мы этого не делаем, так мы и сдерживаем. И если это как бы... Но это не тема сегодняшнего дня. Я понимаю, я понимаю. Это тезис. Я его как бы не для обсуждения сейчас даю. И не для сегодняшнего дня, да? Но частично для сегодняшнего, потому что, грубо говоря, субъект развития, первый его как бы признак деятельностный, это разработка, понятие развития. Другое дело, что такое понятие развития? В каких представлениях оно конституируется? Каковы его основания? Вот у меня есть свой вариант. Некоторая такая моделька, которую завтра можно попробовать доложить. Завтра. Завтра. Потому что сегодня у нас времени очень много уже. У нас 20 минут 12-го. И нам надо решить еще по регламенту две задачи, либо одной отказаться от какой-нибудь. Или две решить как-то быстро, или за регламент зайти. Надо посовещаться. Так, две задачи. Первая, это провести религиозная группа, вторая съесть торт. От чего откажемся? От второго. Я так и знал. Выбрасываем. Или разделимся по интересам. Сегодня мы хотим отметить этим тортом юбилей игр навигации. Маленьким тортиком, скромненько, быстренько. Рефлексив группа проводим? А? А у меня просто предложение собраться в группах сейчас еще. Ну что там, все равно надо как какой-то санитарный тайм-аут взять, паузу. 10-15 минут. Потом соберемся где-нибудь без 20, скажем, или без 15. Продолжение следует...